У нас сегодня ошибки на обыске, тема очень веселая и интересная. Кто-то уже был на обыске? Все были. А кто не был? Давайте так, кто не был на обыске? Кто здесь адвокат? Юрист? А юрист и адвокат вместе? Я объясню, почему мы спрашиваем. Потому что тема очень специфическая. Для юриста нужно говорить одно, для адвоката другое, а для не юриста третье. Есть не юристы? Не юристы вообще? У вас всего лишь два человека. Мы обычно сегодня разговариваем лексикой, которая понятна для всех. Мы даже детей учим готовить к обыску. Поэтому, я думаю, проблем не будет. Первое правило на обыске – не опаздывать. Я ненавижу опаздывать. У нас сегодня был обыск, как раз четыре часа назад. Если ты хочешь попасть на обыск, ты должен сделать все, чтобы попасть. Это независимо от того, на чем ты едешь. На транспорте бежишь, ходишь. Я когда где-то выступаю, я так же самое. Когда мы ехали, все не попали в пробку, мне было очень дискомфортно, потому что я понимал, что у меня такое ощущение, как будто я опаздываю на обыск. Это очень плохо. Итак, начнем. Начнем мы с того… Сначала мы объясним, почему мы. И все-таки, я надеюсь, что дискомфортно тебе было не потому, что ты со мной попал в пробку, а потому что тебя здесь ждало такое количество ювистов, адвокатов и людей, не имеющих отношения к профессии. Почему мы? Потому что, во-первых, мы специализуемся на обысках. Это то действие, в котором мы очень часто принимаем участие. Также мы довольно часто организуем работу команды адвокатов, которые обслуживают ряд обысков, в том числе и по регионам. То есть, выполняем роль некоего аналитического центра. Из этого, из своей работы мы сделали некую выжимку ошибок, распространенных адвокатов во время обыска, которые мы сегодня и представим. Безусловно, у вас может быть какой-то свой опыт, мы его с удовольствием обсудим. Вы с чем-то можете соглашаться, с чем-то не соглашаться. Но мы сейчас презентуем как раз-таки наш опыт и опыт нашей команды. Да, чтобы вы понимали, мы никогда не мечтали работать адвокатами на обыске. Это ситуативно, так сложилось. И, наверное, 3-4 года назад у нас начался поток обысков. Сначала это в IT-компании, потом банки, агросектор. Сейчас это уже, в принципе, не имеет значения, у кого обыск. Мы расскажем свою историю, расскажем свои ошибки, потому что эти-то ошибки в основном наши, когда мы начинали-то работать. И плюс это ошибки некоторых наших коллег, которые тоже попадают на обыски. Для чего мы делимся опытом с вами? Для того, чтобы чем меньше будет ошибок у нас как адвокатов, как юристов, тем больше нас будут допускать к обыску, тем больше нас будут думать, что мы адекватны, как профессия, как хоторсу. И тем самым, скажем так, мы предполагаем, и, думаю, вы садим согласитесь, что обысков только будет больше. Особенно в этом году. Хотя мы почему-то думали, что в связи с реформами, там, 16-й год пойдет на спад. Как практика показала, обысков в этом году стало еще больше, чем в предыдущем. Хорошо ли это, плохо? Наверное, для бизнеса плохо. Для адвокатов хорошо. И наша задача показать свою эффективность. Аналогия работы адвоката в Украине. Очень похожа, то, к чему мы идем, очень похожа работа адвоката в России. Там адвокат на обыске особо не нужен. Потому что после обыска там, как правило, кого-то задерживают. И сажают в тюрьму. У нас пока не задерживают и не сажают. Но если мы себя будем так плохо вести, как адвокаты, то, возможно, мы к этому придем. Поэтому мы здесь для того, чтобы показать вам наши, ваши ошибки. И для того, чтобы вы сделали выводы, как себя эффективно вести. Мы, скажем, нести на последней инстанции, но в прошлом году мы приняли участие порядка в 300 обысках. В этом году у нас средняя статистика, мы уже не считаем. У нас 2-3 обыска в неделю. Одновременно 2-3 обыска сразу. Вот сегодня был один обыск, один из них. То есть у нас для нас это тоже как бы рутина. Но мы думаем, что это будет больше. Ну и понятно, что это коснется каждого из нас. Тем более в последнее время, как вы знаете, адвокатов тоже обыскивают. Что значит ошибки? Почему мы говорим об ошибках? Прежде всего, задача адвоката во время обыска, она не только в том, чтобы добиться какого-то результата для клиента, но еще и в том, чтобы в конце получить гонорар. Гонорар для нас мерило успех. Да, я думаю, мои коллеги адвокаты не согласятся, кто здесь находится. Тем не менее, обыск это довольно стрессовое действие. Когда мы говорим о стрессе, который переживает клиент, он безусловно и часть его переносит на адвоката. Но адвокат не только должен себя вести адекватно, но и работать в этих условиях, но и не допускать ряда действий, которые по прошествии времени приведут к тому, что клиент откажется платить. Все те ошибки, о которых мы сегодня будем говорить, они за собой имеют не допуск на обыск, либо потом не оплату. То есть, соответственно, это все те вещи, которые в дальнейшем повлияли негативно на вашу работу, либо обесценили ее вообще. Если здесь есть юристы, не адвокаты, то, скорее всего, в ближайшее время вы адвокатами станете в связи с внедрением адвокатской монополии. И тем или иным способом вы все равно принимаете участие в обысках. Поэтому ошибки адвокатов, они очень близки к ошибкам юриста на обыске. А те, кто не адвокат, а не юрист, смотрите, как не нужно делать. Если у вас вдруг окажется тот адвокат, который допускает очень много ошибок, о которых мы будем сегодня говорить, то, возможно, стоит поменять адвокат. С чего начинается адвокат? Начинается с того, что адвокат на него должен попасть. Почему Денис Неберса так сказал о том, что у нас, скажем, на обыск не принято опаздывать. О времени попадения мы поговорим чуть позже. Но первое, с чего начинается большее количество недопусков, это с отсутствия на руках нормальных полномочий. Что является нормальными полномочиями. Те коллеги, которые ходят в суды, я думаю, были свидетелями сами, либо также точно отстаивают эту точку зрения, что мы в суде не должны предоставлять, например, вытяг из реестра, а должны предоставить только ордер, договор. Соответственно, те документы, на основании которых мы вообще представляем клиента. Эта позиция хороша для суда, но она ужасна для обыска. Обыск это то действие, на которое нужно просто проникнуть, независимо от того, как, ну скажем, ждут вас там или нет, хотят вас пускать или нет. И документы это первое, за что можно зацепиться. Большинство наших коллег, с которыми мы сталкивались, не пускают. Почему? У них на руках не заполнен договор. Они начинают настаивать на том, что устная форма договора также предусмотрена, вот клиент меня хочет. Значит, отлично, но к делу вы никак это не приложите. И, скажем, когда вы находитесь на пороге, это не то место, где вы можете вступить в нормальное противодействие, поскольку не на вашей стороне силы. Поэтому мы считаем, что на обыск чем больше вы бумажек возьмете, тем лучше. Еще одна распространенная ошибка. Я сейчас подпишу прямо на глазах у следователя. Этого делать тоже нельзя. Вас, естественно, заметят, этот договор никто никогда уже потом не приложит. Лучшее место для подписания такого договора – это все-таки в такси. Адвокаты часто говорят, как, допустим, мы привлекаем региональных адвокатов, у нас возникает проблема. Как я обеспечу договор? Ну, логично, да, у них нет первичного договора с клиентом. Как я обеспечу договор? Прекрасная штука – договор в интересах. Почему-то многие о ней забывают, тем не менее, вы можете заключить договор в интересах тех лиц, которые находятся сейчас на обыске, хотя бы даже с вашим помощником. Этого достаточно для того, чтобы вы попали в само по себе помещение. Свидетельство, удостоверение – все это должно быть у вас. Точно так же, как и паспорт, если у вас свидетельство без фотографии и так далее. То есть ваш пакет документов должен быть, он должен предъявляться сразу еще до того, как его попросили. Это бумажки, которые, ну, скажем, чем их больше, тем быстрее вы пройдете этот этап и физически попадете на обыск. Ну, кроме самих полномочий, да, ведь обыск начинается не с момента, вот, точнее так, обыск начинается с момента вручения ухвалы про обыск, но обыск у адвоката начинается много раньше, когда идет вызов клиента. Представьте себе, что вы дома, собираетесь на работу или, наоборот, пришли с работы, ведь обыск может быть как рано утром, так и поздно вечером, так и в выходной день, и вас вызывает клиент. Сообщает о том, что обыск, и он хочет видеть адвоката. Первый вопрос, который у вас возникает, знаю ли этого клиента, да, где вас нашли. С гугла вам позвонили по рекомендации или какой-то действующий клиент. Мы в последние, наверное, года два уже не выезжаем к незнакомым клиентам. Почему? Первое, с чем сталкиваемся мы, когда работаем с незнакомым клиентом, это дискредитация. Дискредитация у нас, как адвоката, в глазах клиента. Это обычно. Почему? Потому что или адвоката дискредитируют, или дискредитируют лидера. Так как мы на обыске часто ведем лидерскую функцию и руководим процессом, то дискредитируют нас. Если бы нас не было, то дискредитировали бы директора или юриста предприятия. Поэтому одна из причин, по которой мы не выезжаем к незнакомым клиентам. Кроме того, когда ты клиента не знаешь, ты не знаешь его бизнес-процесса, ты не знаешь риски, ты не знаешь планировку помещений, где что находится, кто за что отвечает, не знаешь, что в компании главной, в то лицо, которое влияет на главного. То есть это все моменты, которые влияют на коммуникацию. Ведь что важно в конце? В конце клиент должен быть в восторге. Не важно, была ли осуществлена правовая защита. Важна, в первую очередь, эмоциональная защита. То есть если после обыска у клиента восторга от вашей работы нет, значит вы не доработали. Когда возникает восторг? Когда клиент чувствует, что вы его чувствуете, понимаете бизнес-процессы. Когда вы клиента не знаете, а вы выезжаете так называемую в холодную, грубо говоря, в гугле вас нашли, позвонили, вы приехали, вам нужно будет постоянно набивать, зарабатывать репутацию в первую очередь в глазах клиента, его подчиненных, топ-менеджмента. Очень часто ресурса не хватает. Почему? Потому что ты же еще делаешь юридическую защиту, контролируешь составление протокола обыска, консультируешь кого-то. И в итоге ты вроде бы в конце сделал всю правовую работу, а эмоций нет. Потому что тебе на это не хватило сил. Поэтому мы обычно сначала знакомимся с потенциальным клиентом, подписываем договор, подписываем NDA, понимаем, чем он занимается, и сразу решаем вопрос, есть ли у него будет обыск, какая наша тактика поведения. Мягкая, жесткая, запугиваем, не запугиваем. Кто в зоне риска на предприятии? Бывает, что самая опасная в зоне риска – это персонал, зачастую. А бывает, что персонал вне зоны риска, а в зоне риска, например, техника, например, какие-то важные сервера, которые никаким образом удаленно ты не вынесешь с предприятия. И уже от понимания, где на предприятии больное место, мы уже выстраиваем защиту. Поэтому обычно мы знаем нашего клиента. И у нас там есть мобильное приложение для клиента, там клиент нажал на кнопочку, колл-центр перезвонил, мы выяснили ситуацию, и мы выезжаем к знакомым. Как это происходит на практике? Чтобы вы понимали, как у нас устроена логистика. У нас есть много адвокатов. Есть адвокаты, которые работают в компании, есть адвокаты-партнеры. И нам приходит вызов. Или на мобильный телефон, звонок, смс, геолокация, без разницы. Дальше оператор определяет, кто свободный адвокат. Связывается сначала с адвокатом, с пониманием того, чтобы он был доступен. Потому что адвокат может быть в душе, еще где-то. Он находит адвоката, который принимает вызов, потом соединяет его с клиентом, и дальше идет коммуникация. Что нам важно, чтобы выехать? Первое понимание того, что это наш клиент. Окей, нам называют компанию, нам называют фамилию, и мы плюс-минус понимаем, что это за компания, что не за бизнес-процессы, и плюс-минус знаем, не знаем, как будем реагировать. Дальше стоит вопрос сроков. Средний срок эффективного прибытия адвоката на обыск по Киеву 20-25 минут. Грубо говоря, с момента вызова тебе как адвоката, у тебя есть 20-25 минут, что если ты отреагируешь и прибудешь на место обыска, есть большая вероятность, что тебя допустят. Да, есть вероятность, что не допустят. Но, скажем так, в 8 случаев из 10, если ты просто успеваешь быстро одеться, обуться, собрать необходимые вещи, документы, то ты, в принципе, на обыск попадешь. Исходя из временных рамок, что ты быстро отреагировал. Как показывает практика, это, наверное, основа. Основа попадания на обыск, именно эффективная, это скорость. Ну, плюс еще какие-то определенные бонусы. Денис, мастер того, как взять два слайда и рассказать их за один, так, чтобы не было сложно. Так вот, первый слайд, да, о котором говорил Денис, именно о том, что мы не выезжаем к незнакомым клиентам. Это вот такая смешная картинка. Это именно то общение, которое происходит, когда вы выехали к незнакомому клиенту и потом захотели взять с него оплату за 10-12 часов обыска. В нашей практике минимальный обыск был 6 часов, максимальный 72. Объемная работа, получить, в конце концов, гонорар. Как правильно Денис заметил, что мы не выезжаем по причине отсутствия понимания, какая там все-таки финансовая история у незнакомого клиента, а также отсутствие понимания, что же у него происходит. Яркая история из этой области, люблю ее рассказывать, как я выезжала на обыск в область. Человек позвонил, сказал, пожалуйста, приедьте на обыск, успокойте там жену и дочь, у меня там все нормально, я вообще не понимаю, почему у меня обыскивают дом, я не в Украине, но, пожалуйста, приедьте. Вот знаете, такая роль дополнительного телохранителя. Ну окей, приезжаем. Там свои были интересные моменты с попадением, потому что я просто шла, пока, скажем, была такая возможность. Моего коллегу остановили меня, остановилась я уже на чердаке этого дома, там, где проводили как раз обыск, потому что до этого все было пустынно. А остановилась почему? Потому что такое количество оружия, которое я в своей жизни не видела, разложенного по чердаку, и поняла, что мы только начинаем. При том, что прибыла я в нормальное человеческое время, обыск шел с пяти утра, существенное нарушение, но тем не менее, с пяти утра он шел, значит, закончился он поздней ночью, перекапыванием огорода и так далее. Значит, когда из хозяйственной пристройки выносить РПГ, я поняла, что я здесь надолго, и что-то я явно не понимаю в формулировке «Успокойте жену и дочь». Жена и дочь, кстати, были тоже в шоке, они не понимали, что у них происходит дома. Это уже отдельный момент, но к чему я рассказываю эту историю? Когда вы не знаете, что у клиента есть и где оно есть, вы не понимаете, как ему эффективнее предложить это сохранить. Вы начинаете концентрировать свое внимание на том, что вам подсказывает прошлый опыт. Например, в прошлом вы защищали клиентов, у которых, допустим, основная ценность – это были наличные деньги, вы начинаете обращать свое внимание на это. Хотя на самом деле здесь нужно было обратить внимание на людей и так далее. Потом клиент не будет говорить, я понимаю, что вы не были в курсе, поэтому вот, пожалуйста, ваша оплата, и давайте я вам спокойно расскажу, как действовать дальше. Нет. Он будет наезжать и говорить, что вы должны были это знать, вы же адвокат. Знаете, есть такое выражение, все его ненавидят, ты же юрист, да? Вот вы же адвокат – то же самое примерно, просто на высшем уровне. Что касается времени попадания на обыск, эффективное время по нашим подсчетам – это около получаса. Из этой серии другая. Лежала я в больнице со своим маленьким ребятом, и рядом со мной в палате лежал адвокат. Папа – адвокат, с деткой, наверное, не адвокатом. Не знаю. Вот. И когда ты находишься 12 дней в такой вот странной информационном поле, где только врачи и мамы, ты остро слышишь слово «обыск». Я его услышала, значит, когда моему коллеге этому звонили. Я так сразу говорю, «О, у вас обыск, выезжайте сейчас». Он продолжает раскладывать бутербродики по столику, говорит, ну, зараз мы по ему, и потом я выйду, случайно. Говорю, подождите, обыск же, вас же там ждут. Нет, ну, подождут, я договорился, все нормально. Мы редко ездим на обыск, но я думаю, подождут, они же обязаны. Очень часто адвокаты, которые не выезжают часто на обыск, извините за эту автологию, думают, что это такое же следственное действие, на котором реально можно договориться. Ждут иногда, правда. Ждут когда? Когда приезжают, например, проводить обыск из региона, и не хотят здесь, скажем, наводить какой-то излишний шорох. Либо когда сталкиваются с тем, что физически нужно взломать дверь. У меня такой случай был, ждали несколько часов приличное время, потому что не хотели выносить дверь без хозяина, подождали хотя бы представителя, и вместе мы, собственно, снесли эту дверь и дальше продолжили обыск. Опять же, там было два в одном. Первая дверь, вторая люди из региона. Это был, пожалуй, самый лучший обыск, который я видела в своей жизни. Тем не менее, это исключение. То есть ждать никто не будет. Касательно времени попадения на обыск, вы должны выезжать сразу же. У вас должен быть, если вы хотите этим заниматься, либо вы понимаете, что у ваших клиентов такой риск высок, у вас должен быть некий аналог тревожного чемоданчика. Как женщина, когда она знает, что ей скоро ехать в роддом, также и адвокат должен иметь некий тревожный чемоданчик, который он схватит, у него все там будет. Что все? Пустые договора, ордера ваши, свидетельства, фотокопии, вытеки из реестра, пауэрбэнк желательно, ну и различные там наличные деньги, еда, кому что нужно, да? Что? Вкусняшки, да, и так далее. Вот. То есть все, что вам уже индивидуально нужно, там лекарства и т.д. Алкоголь не берите. Что касается времени попадения на обыск, действительно, как там было написано на слайде, который ты можешь перемотать, потому что он перед этим был, да, вы уже опаздываете. Как только вам поступил звонок, это значит, что с этого момента ваш клиент чувствует себя заложником. Пока он чувствует себя заложником, минуты будут тянуться, не нужно ему врать. То есть если вы не собираетесь выезжать, либо вы понимаете, что вы реально находитесь за городом, но не хотите об этом говорить клиенту, скажите ему реальное время попадения. Иначе он это время накрутит, будет, скажем, находиться в очень угнетенном состоянии, что в итоге отразится на том, что он вам не заплатит. Кроме того, что у нас адвокатов дискредитируют на обыске, часто выезжая к незнакомому клиенту, и клиента дискредитируют в глазах адвоката. Да, из серии вы не знаете, куда попали, тут уже все решено, все седут в тюрьму, мы уже все нашли. То есть это психологически очень сложно. Перед выездом, откатимся чуть назад, что еще важно? Важно быть уверенным, что клиента платят. Как в этой ситуации быть? Как сформировать себе цену, чтобы потом за клиентом долго не бегать, когда обыск закончился? В чем сложность после обыска? После обыска клиента могут забрать деньги. Могут, могут. Если это предприятие, на следующий день, через какой-то период времени, могут быть арестованы счета. А никому не хочется из адвоката отработать 15 часов на обыске, чтобы потом еще бегать за клиентом, за гонораром. Поэтому мы практикуем предоплату. Грубо говоря, к нам с нами работает клиент, или мы его знаем, заключили договор, получили предоплату, у нас средняя предоплата 10 часов, и мы же плюс-минус спим спокойно, с пониманием того, что если нас вызывают, мы нормально отрабатываем и не бегаем за клиентом. В нашей профессии действует принцип. Оказанная услуга не считается услугой. Так же самое работает на обыске. Вы можете быть уверены на 100%, что вы, как юрист, адвокат, сделали полностью всю работу, но клиенту я не оценил и будут кормить вас завтраками. Поэтому мы в свое время так обжигались, поэтому без предоплаты мы практически не выезжаем, если нет гаранта оплаты. Как сформировать себе цену? Есть адвокаты, которые делают какой-то фикс. Например, 500 долларов за обыск, 600, 700, 1000. Мы пришли к почасовке. Например, сегодня было бы с полтора часа. Это очень редкий случай. Обычно это 4-5 часов. Средние 4-5, 7-8. Поэтому мы берем исключительно почасовку. Плюс, если это обыск в нерабочее время, например, после 6 вечера или ночью до 9 утра, у нас идет двойной тариф. Мы для себя так решили, это комфортно для нас, чтобы мы понимали, что зачем с клиентом ночь проводить время, если, в принципе, это обычная почасовка, а обычную почасовку можно заработать в обычный будний день. Поэтому это что касается оплат. Из тех тезисов, что мы сказали, есть какие-то вопросы, замечания, предложения? Или мы перейдем к четвертым? Да. Сумма почасовки у нас стандартная, 150 евро в час. Плюс, ну, мы так ориентируемся в ценах киевских, понимаем, сколько стоят наши конкуренты. В регионах работа адвоката стоит, например, дешевле. В Харькове, например, практикуется фикс. Грубо говоря, конкретная сумма, независимо от того, сколько будет длиться обыск, час или больше. Но, как показала практика, если адвокат, скажем так, недоволен гонораром, грубо говоря, сам себя обманул, назвал фикс, а обыск идет 10-15 часов, понятно, что он демотивирован и в конце не отработает. Поэтому, если вы называете себя адвоката и все-таки чувствуете, что он как-то очень дешево работает, да, наверное, его нужно простимулировать, чтобы он был постоянно в тонусе. Почему? Обыск — это та ситуация, где ты вкладываешь свою энергию. Причем ее очень много. И ты бы хотел, чтобы в конце это была какая-то сатисфакция от твоих усилий. Это хороший стимул того, чтобы сделать работу качественно. Мы сталкивались со многими адвокатами, которые привлекали на обыск. А у нас откуда опыт? Опыт или от клиентов, или когда мы привлекаем, например, адвокатов в регионах. И они говорят «фикс». Но потом оказывается, что они думали, что будет 3 часа, а он прошел 15 часов. А мы клиенту тоже сообщили эту сумму. И потом возникает конфликт. Чем больше у клиента с адвокатом конфликтов, тем меньше эффективность для дела. Да. Да. Мы об этом будем говорить на протяжении всего мероприятия, потому что у нас… Спасибо. Мы об этом все время будем говорить. Но вот есть простые способы, которые помогают. Например, свечки ставят в церкви. Да. То есть все, что влияет на карму, помогать бедным, заниматься благотворительностью. То есть это бонусы. Бонусы. Не болеть, закаляться, спортом заниматься. То есть это все, знаете, вроде спешу с одной стороны, а когда ты просто сравниваешь и общаешься с адвокатами, которые не попадают на обыск, ну там с большим коэффициентом, да. Вот, например, у нас в среднем не попадание на обыске, ну, например, не попадание из 20 обысков, в два раза мы не попадем. И, скорее всего, это будет наша вина, если там проанализировать ситуацию, почему это произошло. У некоторых адвокатов больше. И тут, опять же, карма зависит. В основном, да, кроме юридических моментов скорости, о том, что мы будем говорить сегодня, очень многое зависит от общего, от желания. Да, мы сегодня будем говорить про желание. Если нет желания ехать на обыск, не едь, ты не попадешь. Смотрите, мы сейчас этот кейс часто отрабатываем, и у нас тоже такое бывает. Что мы делаем? Мы сидим и ждем. Обычно полтора-два часа дверь открывается. Вот даже вот в таких моментах, когда мы приезжаем на обыск, понимаем, что стоит корт, что каких-то входов нет, сверху не залезешь, не спрыгнешь никуда. Полтора-два часа, ларёчек, дверца открывается. Да, ну там, кто как, да. Но я сторонник чему? Что на самом деле, когда у тебя есть желание попасть на обыск, ты попадешь. Или через час, или через два, ты все равно попадешь. Просто очень часто бывает, что желание пропадает. Ты приехал, о, тут корт стоит, все закрыто, двери закрыты, все, я поехал домой. А клиент мне еще не заплатил, гонора не внес, все, демотивирован. И тогда ты точно не попадешь. Желание — это самое важное, потому что очень важно не растерять сразу этот заползунок, с которым ты едешь. Это первое. И дверь действительно откроется. Здесь можно даже меньше, чем полтора-два часа ждать. Из кучи вариантов, как туда попасть, и большое количество, скажем, доброжелателей. Ну и второй момент — нужно не пренебрегать любым способом. У меня до сих пор есть обыск, на который я, честно говоря, не могу вспомнить, как попала. Потому что я приехала, я поэт на ночной клуб Клоузер, я помню вооруженных людей в начале, а потом я просто ничего не помню, но я уже внутри, и как-то обыск идет, честно. Ну вот как-то я прошла, как, непонятно. Ну результат достигнут, правильно? Правильно. Поэтому вы можете пройти со скорой помощью, с полицейскими, с доброжелателями, прикрываясь финансовым директором, или тем, кого вы называете финансовым директором, например. Рассказывая, что у вас деньги, что у вас документы. Говоря, что вы те сотрудники, которых там ищут. Ну, на самом деле, никакой ответственности за это нет. Я дополню чуть-чуть. Важно, чтобы у следователя появилось желание, чтобы вы приехали, чтобы вы вошли. Это желание можно создать или искусственно, среди тех людей, которые следователя окружают. Если там адвокатом, мне без адвоката мы ничего не будем делать. Или наоборот, создать нужду. А документ этот, за которым вы пришли, у адвоката? А все вопросы у нас закрывают. Кто? Адвокат. Он сейчас приедет с деньгами, и вам сразу на месте все порешает. То есть важно вызвать желание. Бывают такие случаи, когда мы понимаем, что да, стоит установка нас не пускать, мы тогда создаем ту ситуацию, при которой, следователя, появится желание нас допустить. Важно готовить своего клиента к тому, как себя вести, когда он вас ожидает. То, о чем говорил Денис, и то, о чем сказали вы, вы сказали, что это был ваш клиент, и была группа ваших адвокатов. Правильно? Да. То есть, смотрите, первое, должно быть личное знакомство. То есть, все сотрудники должны хотя бы представлять. Имена можно не знать, но они должны видеть и знать, что это адвокаты, которые обслуживают предприятие. Что это не кто-то непонятный, а те же самые люди, только без формы и так далее. Да, разные есть, скажем, разная внешность, поэтому адвокаты иногда можно перепутать. Вот. Поэтому нужно, во-первых, знать, кто к вам идет, во-вторых, активно этого хотеть. У нас был случай, когда стеклянная дверь, адвокат пытается, значит, пробиться, ему следователь говорит, нет, 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 мы вас не пустим. И в то же время сотрудники, которые его видят, адвоката, они, ну, может быть, в шоке, неважно, но они не отказываются что-то делать, не активно его просят допустить адвоката, а начинают с ним выяснять, как они будут обходить по часовой стрелке или против часовой стрелки помещения. Если сами сотрудники демонстрируют, что им неинтересно, что им все равно, что человек там ожидает, то, соответственно, шансов у него нет практически никаких. Вообще. Из интересных моментов мы вносим в договора пункт о том, что нам клиент разрешает демонтировать окна двери и попадать любым образом в помещение. Смешно, вызывают улыбку, но снимает сразу вопросы по тому, можем ли мы что-либо нарушить, целостность чего-то для того, чтобы попасть. Во-вторых, снимает сразу у клиента. Знаете, вот эти вот, почему-то клиенты очень часто с момента начала обыска начинают чувствовать себя не у себя в офисе или дома, а как будто бы в гостях и в следственном органе. То есть, когда закрывается дверь, допустим, адвокат делает попытки ее выломать, клиент не думает о том, что это его имущество у нас как-то причиняется ущерб. Он почему-то думает, что теперь настают последствия перед правоохранительными органами. Чтобы этот момент психологически убрать, мы проводим разъяснительную работу и в договор сразу это вносим. То есть, чтобы еще раз подчеркнуть, что это имущество клиента, и мы будем делать все, что мы хотим, как мы договорились с клиентом. Ну, это важный момент. Очень важно клиенту объяснить, какие же на самом деле задачи адвокат исполняет на обыске. И чтобы он бы сам осознал, в чем же его задачи. Давайте распишем. Какие задачи адвоката на обыске? Вот вы, допустим, встретились с клиентом и говорите, вы меня вызовете на обыск, и задачи будут следующие. Какие задачи? Задачи адвоката. Попасть. Ну, это логично. То есть, логичное попадание на обыске. Но у адвоката, если брать юридический, обыск начинается с какого момента? С момента вручения ухвалы. Первое, что должен, скажем так, момент проникновения, чем фиксируется, что адвокат допущен к обыску. Первое, что какие задачи, это быть допущенным к обыску. Чем регламентируется допущение к обыску? Ну, самый простой способ, это когда адвокату вручили ухвалу про обыск. Это самая классика. Если случилось, это уже бонус. Это уже большая победа с первого раза. Первое, ухвала. То есть, мы клиенту говорим, что наша задача получить определение суда про обыск. Почему это задача адвоката? Да, формально может и клиент получить ухвалу про обыск. Но адвокат, как правило, профессионал, который разберется, анализируя ухвалу, есть ли там юридические ошибки, есть ли основания не пускать следователя проводить обыск, и есть ли понимание того, что же нужно реально охранять, и зачем пришли, по какому делу. Поэтому задача адвоката, это получить ухвалу, проанализировать ее, и принять управленческие решения. Потому что на обыск, на самом деле, регулируется всего двумя статьями Уголовно-процессуального кодекса. Но решений управленческих принимается очень много. Поэтому мы клиенту говорим, что наша задача, в первую очередь, получить определение суда про обыск, проанализировать ее, оценить риски, и объяснить вам, что происходит, по какому делу, какие будут дальнейшие действия, и что можно сейчас, до начала обыска, с момента начала, предпринять какие действия, чтобы минимизировать последствия. В том числе и с пониманием того, а будут ли обыски еще где-то, а где-то они еще проводятся или не проводятся, или настолько обыск в офисе происходит. То есть анализируя ухвалу, ты можешь предугадать, куда они пойдут дальше, или куда они сейчас параллельно идут. Поэтому анализ ухвалы и принятие управленческих решений после обыска, это одна из основных задач адвоката. Далее, получили мы ухвалу. Какие у нас задачи еще? Дальше. Вот ухвала у нас есть. На руках. Объяснили клиенту, рассказали, что будет, рассказали, на что она дает право, на что не дает. Дальше что? Прокоммуницировали со следовательным предметом того, со всеми реквизитами, есть ли срок нормальной ухвалы, не прошел ли срок с полномочиями, что дальше? Лидерство. Я на обыске лидер. Почему? Потому что я компетентен, я это постоянно делаю, я понимаю свои задачи и функции, но лидерство, это условное понятие, его нужно расшифровать, потому что часто мы клиенту говорим, что если вдруг по какой-то причине, или мы, или какие-то другие адвокаты не будут допущены к обыску, вы должны быть лидером. Что это означает, быть лидером на обыске? Что это? Смотрите, лидерство есть два направления, лидерство по отношению к персоналу и лидерство по отношению к следственной группе. Разберем сначала лидерство по отношению к персоналу. Что значит лидер по отношению к персоналу? что лидер тире равно директор то есть все управленческие решения на обыске со стороны предприятия принимают уполномоченное лицо или адвокат если адвоката нет на представитель предприятия но он на этот момент он директор все ему подчиняются почему это важно если на обыске со стороны предприятия не будет лидера эту функцию займет следователь или оперативные сотрудники людям свойственно подчиняться к сожалению именно это мы наблюдаем на большинстве обысков у нас был случай его денис очень любит рассказывать когда он приехал на обыск и застал картину когда сотрудники компании помогают сейф выносить то есть выполняют по сути роль оперативных сотрудников только бесплатно и с радостью почему потому что так следователь сказал почему слушаем потому что вот как собственник начинает сомневаться в том что он находится в своем скажем своем помещении да в своих правах также точно сотрудники автоматически считают что рабочий день прекратился директор перестал быть директором перешел непонятно какой как бы скажем какой процессуальный статус и выполнять нужно распоряжение людей в форме и без сегодня сегодня рассказывать все мои истории свои поэтому я расскажу и потом ее истории и все истории знаю почти так вот лидерство равно директор что это означает что ты как директор предприятия даешь указание своим сотрудникам что делать говорить не говорить ходить не ходить пить кофе не пить кофе ты управляешь своими подчиненными для того чтобы управлять своими подчиненными да если ты адвокат ты должен их знать и у тебя должен быть авторитет если у тебя по каким-то причинам нет авторитета коллектива клиента его нужно заработать самая первичная начинается авторитет это внешний вид да если адвокат похож на адвоката нем на лбу написано что адвокат но если это первая ступень к авторитету если два раза не попасть вообще если ты хочешь попасть как будто ты типа здесь случайно проходил но я скажем так вопрос попадания и общения с персоналом это разные вещи да то есть попасть на обыск до должен любым способом прикинуться кем угодно но когда ты коммуницируешь персоналом тебя должно быть понимание не должны быть уверены что ты адекватный адвокат из то у тебя в головушке все в порядке да у нас было мы и печати приносили деньги приносили документы пиццу по разному мы это говорили да да по-разному но вопрос кармы да мы два года назад ксения купили видеокамеры даже сфотографировали с ним раз фотосессия была ни разу нам не понадобились видеокамеры на обыске сколько мы не при у нас были разные почему потому что когда ты работаешь в потоке ты понимаешь есть инструменты которые но начинающий может быть еще и понадобится нам в этом необходимости не было хотя у некоторым коллегам возможно меня всегда возникает вопрос узнать иногда просачиваются в сеть в смысле просачиваться то в кавычках да видео нет вот зверского не допуска адвоката на обыск да но ты сильно не пускают не все было интересно когда их снимают я проанализировала но вот свой опыт допустим когда ты приходишь у тебя основная задача твоя попасть да то есть ты не используешь видеокамеру потому что мы это как минимум глупо как бы для того чтобы установить нормальные отношения щеком тыкать ему в лицо камеры ну как-то глупо вот окей потом ты переживаешь например момент что тебя не допускают на это же в этот момент не думаешь надо достать из сумочки камеру и снять это ну ты пытаешься хоть как-то эту ситуацию вырулить на свою пользу а потом когда ты оказываешься уже перед закрытой дверью ты что приходит в голову мысль а сейчас я это сниму для фейсбук стучишься еще раз давайте вот не получилось окей вы еще раз мы это сейчас повторим я фейсбук выложу и жалобу не знаю как они делают это видео но если сразу приходишь с включенной видеокамеры и демонстрируешь ты собираешь материал да скорее всего тебя никогда не допустят мы посмотрим дальше несколько видео по поводу у них эффективного поведения адвокатов при первичной коммуникации ты вот вернемся к лидерству что такое лидер по отношению к следователю это когда следователь идет за тобой то есть ты управляешь процессом это говоришь ага вы пришли за документами они в этой комнате идемте за мной у меня есть ключи то есть на обыске не нужно адвокату ходить хвостом за следователем следователь с операми должен ходить за адвокатом если это не адвокат это может быть директор предприятия представитель кто угодно но в этом лидерство и проявляется когда ты ведешь людей за собой на обыске точно такая же ситуация и очень что важно что как лидер себя ведет так же само будет себе вести и подчиненные почему потому что передается энергетика передается вибрации если ты вроде бы лидер но уже не лидер то это будет и мотивация персонала и они также самым будут тушеваться и чувство себя дискомфортно мы когда учим сотрудников мы обращаем внимание на то что на каждом предприятии в каждой компании должен быть свой единый алгоритм безопасности который известен всем потому что у вас скорее всего не будет возможности общаться нормально там скажем координировать свои действия значит должно быть на подкорке это добивается как правило чем некими инструкциями которые пишутся службы безопасности распространяются их даже подписывают но их никто не читает такие вещи нужно пережить и периодически нужно персонал заставлять по ним прогнаться еще раз да то есть заставлять их повторять и освежить эту информацию что должно быть понятно должно быть понятно кто этот уполномоченный человек полномоченное лицо самый адекватный именно тот кто вот будет более стрессоустойчивый поэтому за ним будет идти следователь тот на кого на кого возлагаете эту обязанность этих людей должно быть один два три в зависимости от того как часто у вас процессы предполагают смену людей в офисе ну то есть если у вас постоянная скажем ротация людей кто-то уходит нужно предусмотреть несколько точно так же должна быть четкое разделение труда из серии те кто все-таки не встречают первыми гостей например ресепшен или охрана именно они получают ухвалу скорее всего то есть именно они должны понимать как затянуть время и кого вызвать для получения ухвалы не нужно каждому человеку потом во всех помещениях после если у вас например три этажа требовать ухвалу и удостоверение тех кто пришел но это как минимум глупо и поднимает эмоциональный фон поэтому такие простые правила что делать опять же что у нас выключается что закрывается какие должны быть скажем документы на рабочем месте кик быть никогда не должно это должно быть понятно всем сотрудникам это должно быть донесенном форме неких инструкций итак кроме лидерства важно что еще что мы клиенту говорим что я получу протокол что это значит ну во первых иногда важно и физически получить протокол потому что потому что есть случаи когда протокол обыска не дают и хоть у нас предусмотрено в пк обязанность следовательно дать копию протокол обыска как это было еще при старом у пк с этой обязанности не всегда есть не справлялись что важно что делает адвокат при получении протокола обыска при составлении его первое он фиксирует и леском указывает следователю на те ошибки технического характера что касается описи этого имущества которые замаются речи оглянути то вылучение а сама и пишется да там жесткие диски серийные номера компьютеры все остальное в чем сложность сложность в том что когда изымается много вещей ты устаешь и твоя усталость нужно никому показывать почему потому что как только ты покажешь свою усталость она будет использована против тебя что часто бывает ошибки технического характера протоколе обыска неправильно указаны серийные номера неправильно описан документ предмет носитель информации если адвокат после обыска не проверяет все что изымаются не перепроверяя серийный номер не пересчитывает есть вероятность того что ли будет были совершены кражи во время обыска или изначально усложняется процедура возврата имущества что имеется ввиду есть там будут ошибки либо будет имущество которого не существовало либо отсутствует то которое вы хотите потом это вернуть будет практически невозможно более того если вы чем больше усилий вы приложите опять таки для того чтобы протокол был сделан изначально нормально тему проще вам ваша работа будет дальше и еще бывают ошибки у нас встречалось дым несколько раз забавные вещи это каждый раз нужно принимать отдельное решение реагировать на них или нет замечаниями это не тот номер уголовного производства которые вы хвали ну то есть какой-то вообще другой непонятно как он там возник но тем не менее что еще касается ошибок ошибки вроде бы да вот подумаешь там опечатка в серийном номере жесткого диска или компьютера ведь судья когда будет возвращать имущество скорее всего на вернет мы 95 процента возвращаем того что забирают во время обыска он тоже самое перепишет этот серийный номер и когда вы пойдете например в ндкc или к следователю возвращать а такой техники не будет да с одной стороны вы скажете вот же можно подать заявление преступления кражи все остальное на практике никто этим не занимается поэтому если допущены опечатки в ухвале в апреля в протоколе обыска их исправлять нужно сразу том числе пересчитывать технику очень часто когда забираются однотипные ноутбуки 10-15 штук написали 14 забрали 15 оно ушло ну и протокол обыска так замечание протокола обыска все юридические нарушения которые могут быть должны быть записаны к замечаниям протокол обыска в деталях в конце мы об этом более проговорим что нужно писать что не нужно писать но это одна из задач адвоката кроме протокола что еще какая задача когда вы общаетесь с клиентом или когда вы выбираете адвокат мы хотим чтобы нас не обыскивали до минимизировать личный досмотр что это значит это значит что адвокат через свою коммуникацию должен убедить следователя и оперативные сотрудников не обыскивать тех или иных сотрудников по разным поводам разные причины как это происходит на практике кто знает кто не знает Как должен происходить личный досмотр? Во-первых, личный досмотр должен проходить по письменному решению следователя. То есть следователь на обыске формирует протокол личного досмотра. Я никогда его не видел в жизни. Но устное решение следователя принять не может кого-либо досмотреть. Все решения следователя согласно УПК принимаются в письменном виде. Кроме того, должен быть отдельный протокол личного досмотра. Двое понятых. Одного пола с лицом, который будет обыскивать. И понятно, идет процедура изъятия. Почему в нашей стране протоколы личного досмотра, даже если бы они были, на обыске не являются надлежащим доказательством? Потому что в нашей стране, к сожалению, нет порядка проведения личного досмотра. И зачастую все имущество, которое забирается у сотрудников, оно не является имуществом, которое взяли во время личного досмотра. Оно является имуществом, которое обнаружили на обыске. И записывается общий протокол обыска. Поэтому, когда мы, адвокаты, коммуницируем с правоохранительными органами, Наша задача убедить в бесперспективности личного досмотра, объяснить, что подобное действие нерегламентировано УПК, что для этого нужен особый порядок, у нас нет понятых одного с пола с лицом, который обыскивают, и убедить не проводить досмотр. Но даже если был проведен личный досмотр в кривом виде, как это в нашей стране, наша задача к замечанию протокола обыска указать, что был проведен незаконный личный досмотр, и у нашего сотрудника Иванова были изъяты те или иные вещи. Для чего это важно? Когда будет стоять вопрос о возврате имущества нашего сотрудника, единственным доказательством, что он собственник этого имущества, будет ваше замечание к протоколу обыска, где вы четко укажете, кого обыскивали и из какого кармана что забирали. Или же вам придется искать чейки, документы, подтверждающие право собственности на те предметы, которые были изъяты у сотрудника компании. Кроме личного досмотра, какие еще задачи ставит адвокат? Одна из задач, чтобы не забрали деньги. Назовем это условно, сейф. Наша задача, что мы вызываем адвоката, у нас там сейф, адвокат сделает так, чтобы не забрали деньги. Можно ли на самом деле эту задачу реализовать? Можно. Есть такие случаи, когда это бывает. На практике это очень редкий случай. Почему? Как показывает судебная практика, наша практика, зачастую, если находятся крупные суммы денег на обыске, они изымаются. По закону они должны быть арестованы в течение 48 часов и уже в дальнейшем будут использоваться следователям, как, например, гражданский их появится или другие необходимые действия, связанные с арестом этих денег. Что важно? Важно, чтобы во время обыска и после обыска эти деньги не были украдены. Почему? Потому что когда ты сейф не открываешь, часто этот сейф в том виде, который есть, пакуется и увозится в кабинет следователя. И там он открывается без понятых и, как правило, оказывается пустым. Независимо от того, что в нем было. Поэтому задача адвоката правильно идентифицировать имущество, закрыть все мертвы, которые директорам или другим лицам, которые будут кричать, что это мои деньги. Почему? Как только должностные лица компании во время обыска признаются, что это их личные деньги, вернуть их будет крайне сложно. Почему? Потому что основа для возврата денег, как временно взятое имущество, это доказать тот факт, что эти деньги никакого отношения к уголовному производству не имеют. И здесь они принадлежат тем лицам, которые ни в коем случае не могут быть фигурантом по делу. Тогда у вас появляется вероятность, достаточно большая, эти деньги вернуть через суд. Что еще? Все что угодно, да. Да, есть масса схем по возврату денег, да, важно другое, чтобы эта схема не была связана с потенциальными подозреваемыми по тому или иному уголовному производству. Поэтому не стоит давать пояснение сразу там, у вас должно быть время для того, да, абсолютно верно. То есть задача адвоката основная, проследить за тем, чтобы эти все деньги были переписаны и в их присутствии изъяты соответственно, да, и все. Чтобы все правильно попало. Потом легенду вы уже предлагаете в зависимости от той информации, которую вы узнаете от клиента, и она уже, скажем, озвучивается в суде. Да, ну и одна из основных последних задач, которая ставится адвокату, это называется как «защищал права». Да, то есть вроде такая фраза такая непонятная, чтобы защищал права. А на практике это означает, чтобы нас не били, не унижали, не оскорбляли. То есть поддерживать тот эмоциональный фон, при котором сотрудники предприятия будут чувствовать себя достойно, руководитель бизнеса, собственник в комфорте. И после обыска он будет благодарить адвоката за то, что все прошло в цивилизованном русле, и все были в восторге. Когда адвокат выходит с обыска, у него, скажем, его действия должны вызывать восторг. Вызывают на него восторг тогда, когда абсолютно у всех участников этого обыска было ощущение безопасности. Это по сути именно то, зачем вы выезжаете, зачем вы нужны. Потому что как таковых правовых действий или правовых знаний, как мы посмотрели здесь, их практически не требуется. Распространенное заблуждение, что на обыске нужно хорошо знать нормы закона, пользоваться конституцией, знать четко все декларации, конвенции, которые ратифицированы Украиной. Это не так. Это знание вам вообще ничем не поможет. Более того, оно не поможет тем представителям клиента, которые попробуют им пользоваться. Но ощущение безопасности приходит через что? Через понимание того, что вот перед ними человек, адвокат, который знает, как себя здесь вести, для которого это все управляемый конфликт, а не что-то происходящее по за его межами, и который понимает, к чему мы дальше придем, и что нужно их защитить. Вот тогда у него будет ощущение безопасности, которое послужит тому, что будет от вас в восторге. Да. И вот эти задачи, они должны быть не только вами, вы должны их осознать, как адвокат, который выезжает на обыск, но еще эти задачи нужно осознать клиент. Нужно понимать вашу ценность. Почему вы, как адвокат, справитесь с этой работой лучше, чем его юрист, чем его руководитель, служба безопасности, чем непосредственно директор. И когда вы перед встречей, перед обыском коммуницируете, ему нужно вбивать в голову, что именно с этими задачами вы максимально справитесь, исходя из вашего опыта, репутации и ваших наработок. Мы всегда советуем, переходя все-таки к презентации, мы всегда советуем выезжать на обыски хотя бы вдвоем. Есть адвокаты, которые спокойно работают в одиночку, но это скорее исключение. Почему как минимум вдвоем? У адвоката должна быть команда, как минимум для того, чтобы реализовывать вот все те задачи, которые видит клиент. Как видите, их много и они разноплановые. Не говоря уже о том, что помещений может быть много, вы просто физически не можете находиться в одном месте. Далее, задачи могут быть разными. Пока вы занимаетесь деньгами, вы не можете никак уделить свое внимание сотрудникам. Но даже если вы там находитесь один, когда вас несколько, вы просто распределяете задачи, и должен быть некий главный, кто там, скажем, управляет остальными адвокатами. Если вы один, нужно помнить, что вы должны перемещаться. Ну, во-первых, вы не покидаете места, в которые вам потом можно ограничить доступ. То есть это уже нужно ситуативно понимать, о чем я говорю. То есть если вас можно потом не пустить, то из такого места выходить не нужно. Перемещаетесь для чего? Для того, чтобы смотреть, как там поживают сотрудники, которые разошлись по разным помещениям. В ваших интересах, чтобы сотрудники были по всем помещениям и заняты какой-то работой. Когда человек не занят, ему приходят в голову глупые мысли, а также он начинает делать глупые действия. Занят он должен быть чем? Например, мониторинг того, что люди не перемещаются бесконтрольно по коридору, что никто не заходит. Либо группа поддержки для тех лиц, кто чувствует себя в состоянии шока и несколько переживает во время опысков. Либо записывать свои замечания на листочек и потом их дать вам, вам же или кому-то там ответственному. И так далее. Задач может быть миллион. Чтобы что-то не подбросили, например. Можете им сказать такую задачу. Это вообще очень ответственная задача. Помимо этого, вы должны их контролировать. И чтобы ничего не украли, абсолютно верно. Вы должны их контролировать и всегда прислушивайтесь к тому, что вам говорят обычные сотрудники. Вы никогда не знаете, тот или иной сотрудник, какое влияние имеет на вашего безусловного клиента. Они все ваши клиенты. Более того, они могут сообщить какую-то информацию, которая будет вам полезна прямо сейчас, а не потом, потом, потом. Поговорим с вами позже. Поэтому внимательно их слушайте. Проходя мимо, вы точно так же можете оценить ситуацию. Например, человек находится один и почему-то с ним с ним оперу полномочия. Либо он находится один и с ним там пытаются покурить, попить чай и так далее. Опасное общение. Выдернуть его из этого общения. Либо он нужен протокол пояснений почему-то. Либо вы верите, что человеку плохо, значит, ему нужно вызвать скорую. Соответственно, вы не сами вызываете скорую. Вы привлекаете других людей и идете дальше. Ну, то есть вы должны быстро и эффективно решать задачи. Вы должны быть везде одновременно и стараться вникать в каждый процесс, который вы верите. Если к вам обращаются за советом, вы должны его дать. Если к вам не обращаются за советом, вы должны разъяснить людям, что происходит. Что они всегда нуждаются в информации. Просто ваше одобрительное кивание, например, не будет ими воспринято как то, что да, хорошо соглашайтесь. То есть если вы считаете, что происходит сейчас что-то, на что нужно реагировать по-другому, говорите. Например, личный досмотр. Почему мы говорили много об этом? Это достаточно унизительное действие, которое нельзя заставлять переживать сотрудников клиента, независимо от того, какую должность они занимают. Это все точно выльется вам в большую скидку потом, которую придется вам делать. Потому что они могут забыть что угодно. Клиент может забыть или не обратить внимание на то, что вы не забрали какой-то документ или еще что-то произошло. С пониманием отнестись к этому, кроме того, когда он пережил унижение. Это достаточно унизительное действие, когда, например, женщину-сотрудницу заставляют выкладывать все из своей сумки перед глазами посторонних людей. Или проведение личного досмотра мужчины, когда его, соответственно, начинают его трогать и так далее. То есть все эти вещи о них не забывают, поэтому этого по возможности нельзя допускать. Нужно фиксировать. Если клиент просит особенно, нужно фиксировать это на видео, как это делается. Если вы решили сами воспользоваться своим телефоном, это правило железно работает и для сотрудников, тем не менее. Нельзя снимать так, как вы привыкли снимать в обычной жизни. Я фиксирую сейчас это нарушение, которое бесчинство правоохранительных органов, которые происходят. Но такое видео займет 30 секунд и будет хорошо для инстаграма, потому что больше оно просто никуда не успеет уйти. Поэтому снимаем, прижимая к себе двумя руками, но я сейчас не могу продемонстрировать, как двумя. Угол съемки у вас при этом получается хуже, но телефон так вырвать у вас достаточно сложно, и вы точно снимаете, точно и аудио, и какой-то кусочек видео, которое вас интересует. Снимать нужно не все, потому что, во-первых, там есть хороший механизм фейсбук-трансляции, который можно задействовать сейчас, я их советую задействовать. Для чего? Для того, чтобы у вас не было потом проблем, если телефон как-то пропадет во время обыска. Почему как-то пропадет? Ну, все бывает, да? Вы не будете иметь доступа к этой видеоинформации. Если она важная, если она нужна для клиента, пусть она лучше пойдет трансляцией, а потом вы ее заберете в чистом виде, как видео себе скачаете просто. Поэтому можно запускать. Фиксировать нужно такие вещи, например, как личный досмотр, как процесс попадения на обыск, как вариант, как нанесение телесных повреждений, то, как сотрудники правоохранительных органов ломают те или иные, например, ценности в компании. То есть что-то, вот картинку, вот ее нужно фиксировать. Простые разборки и серии «Представьтесь», «Нет, не представлюсь», ну, как бы этим никого не удивишь. Этим грешат большинство видео, которые распространяются адвокатами, в качестве доказательств бесчинства. Это, конечно, очень няшно, но никто не понимает, что он здесь бесчинства. Они должны быть понятны. Картинка должна быть понятна простому обывателю. Вот сейчас здесь присутствуют два человека, которые не адвокаты, вот даже им должно быть понятно, что происходит, да? Что здесь что-то вот нарушаются права, вот так, как мы говорили об этом. Да, что-то такое. Вот. Что еще? Нужно настаивать, секундочку, извините, во время проведения личного досмотра. На чем нужно настаивать? Если, во-первых, вы уже дошли до стадии, когда его предотвратить никак нельзя, клиента мы все равно не уговариваем его провести. То есть, если он изначально стоял на том, что это моя сумка, я ее не покажу, адвокат, это последний человек, который должен говорить, не, ну давайте покажем, ну все же правовые основания есть. Нет. Клиент не хочет, значит не показываем. И не важно, что там есть. Вы здесь именно для его защиты. То есть, привлекаем понятых того же пола, ждем их три часа, пишем письменно протокол личного досмотра, но не даем. Ну, понимаете, вы должны быть поддержкой клиента на каждой стадии этого процесса. У вас было какое-то дополнение. Это ваши договоренности с клиентом. Как правило, эти вещи, эти рамки, они становятся известны сразу. Плюс вы об этом можете спросить. Ну, о том, что я сейчас фиксирую это. А, и кстати, там можно сделать трансляцию только для вас. Вопрос. Вопрос. Давайте я начну. Я, да, честно, давно мы не встречали подбросов. Я когда, думаю, многие из присутствующих адвокатов всегда начинали свои дела с наркотиками, с дел по наркотикам, вот, и там это было популярно. Сейчас уже давно не подбрасывают, но и даже если подбросили, но имейте в виду, что за хранение наркотиков уже давно не сажают. За патроны в том числе. Поэтому для того, чтобы идентифицировать факт хранения наркотиков, факт хранения патронов, нужно сделать много-много юридических процедур. Что, скажем, элементарные вещи, чтобы мы рекомендовали? Самостоятельно не лезть в карманы, не выкладывать те предметы и вещи, которые у вас есть. Пусть это делают правоохранительные органы, если вам будет так комфортно. А уже дальше действуйте по обстоятельствам. Очень часто, опять же, чем подбросы мешают, потому что если какой-то, грубо говоря, в кармане нашли наркотики во время обыска, что нужно сделать следователь? Он должен вызвать 102, следственную оперативную группу, которая должна зафиксировать данное преступление. Делать смывы с рук, обрезать карманы и уже дальше проводить расследование. Я в такое не встречал по экономике никогда. Да, гранаты подбрасывает, но гранаты подбрасывает интересно. По крайней мере, в нашей практике. У нас был клиент год назад, месяцев 8 назад, когда сказали, что у него заминировано предприятие. Приехали работники СБУ, на заминированное предприятие, нашли дежурную гранату и нашли еще документы, которые подтверждают противоправность хозяйственной деятельности компании. А потом задним числом легализировали данное следственное действие, потому что это была необходимость, если есть крайняя необходимость, то можно потом легализировать. Расскажите свой опыт по гранате, может быть более приближенной к жизни. Именно в бизнесе. Кроме того, в чем еще плюс в делах, когда идет какой-то подброс, то есть когда с обыском совершается какое-либо преступление. То, что в это преступление можно войти или как потерпевший, или как подозреваемый. Тем самым выяснить материалы дела. Почему? Потому что если совершается преступление на обыске, то, как правило, дела эти объединяются, и у лица, который может быть потенциально подозреваемым, уже иметь процессуальный статус, и влезть в какое-то фактовое экономическое дело для более детальной работы. Такой был прием использован в общественном держании ФМН, когда перед отъездом в далекие края у них был, якобы у них был заминирован офис, и нашли фотографию патриарха Кирилла, Путина и гранату дежурную. И они, как лица, которые заявили о том, что они потерпевшие, что у них был подброс, они инициировали ознакомление с фактовым делом, которое у них было уже другое. Это другая история. Что важно по поводу лидерства еще? Когда адвокат попадает на обыск, и уже начинаются какие-то движения, важно выцепить тех сотрудников предприятия, которые готовы активно действовать, помощники, они всегда есть. На каждом обыске есть активные сотрудники и пассивные. Выцепляешь активных сотрудников и как директор дашь вам указания. Туда не ходи, тех, кто не посылай, тут вызывай скорую, тут коммуницируй, тут что-то делать. Это называется управление процессом. Что нужно делать, когда ты не в помещении, а когда ты на улице, и ты, например, руководитель адвокатского объединения, или группа адвокатов, и везде происходит, там 2-3 объекта происходит обыск, и какая твоя задача? Твоя задача аккумулировать информацию, понимать, где что происходит. Почему? Очень часто бывает, есть такое понятие, главный обыск. Как себя сотрудники ведут на главном обыске, такая же самая вибрация переходит на остальные обыски, менее важные. Поэтому очень важно понимать, где же главный обыск, и туда посылать самых сильных адвокатов. Потому, если там так сложится, то дальше пойдет по вертикали, и на других обысках следователи, опера будут знать, что там активно встречают, значит, здесь будут активно встречают. И обыск будет проходить намного мягче и комфортнее для всех. Как понять, что у вас главный обыск? Знаете, нет? Не обязательно старший следователь, тот, который выхвалит. Вот тот, который выхвалит, он, скорее всего, поедет туда, где интереснее. Бывают просто забавные казусы, думаешь, что главный офис он интересует больше, но на самом деле нет. Есть какая-то другая точка. очень важно, они связываются точно так же, как и адвокаты связываются между собой, и очень важно свои действия согласовывать с теми действиями, которые предпринимаются на других обысках. Почему? Во-первых, там, где главный действительно будет определяться генеральная линия защиты, ну, в дальнейшем, в будущем, но и та информация, которую вы можете передать своим коллегам, до которых еще что-то не дошло, она может им там оказать хорошую службу, поэтому обменивайтесь информацией. Очень часто, когда ты находишься условно на улице, ты коммуницируешь с каким-то представительным предприятием, который тоже на улице находится. Очень важно держать эту постоянную коммуникацию, постоянно рассказывать, что происходит, что не происходит, собирать информацию, анализировать, пересылать документацию. То есть важно держать контакт. Если вы контакт держать не будете, то этот человек, который находится на улице, будет искать того адвоката, который будет ему сливать больше информации. Как это происходит на практике? Вроде бы к вам все сливается, этот человек, представитель компании, назовем его условно, находит ваших же адвокатов или представителей компании внутри, и оттуда тоже получает информацию. И она может быть не совсем похожа, как у вас. Это может быть испорченный телефон. Вы можете говорить, что у вас все хорошо, а с каких-то краев там ничего не хорошо. И опять же будет дискредитация, будет недоверие, непонимание, а контролируете вы ситуацию или не контролируете. Поэтому очень важно постоянно быть на связи, обмен документами, обмен ухвалами, прогноз, куда дальше могут пойти, чтобы туда наперед вызвать адвокатов и наоборот закрыть офис, склад, распустить людей домой. Почему? Потому что обыск, как я сказал, это не только офисы. Он может происходить. Транспортные средства, складские помещения, дом, дача, автомобили. То есть это такой процесс, где нужно идти на опережение. Бывают обыски, где самая ценная информация находится в автомобиле. Когда ты понимаешь, что да, действительно, есть ухвала на обыск автомобиля, то лучше пойти на опережение, автомобиль почистить. Мы вначале говорили много о дискредитации. Дискредитация такая штука, которая продолжится потом и в начале обыска, и может в принципе ее и завершать. Но Киев город маленький, что уж говорить о других городах. Поэтому довольно часто адвокаты, которые выезжают на обыске, встречаются с такими же следователями, которые выезжают на обыске, с прокурорами. И в принципе тусовка, она между собой довольно знакома. Более того, вы можете столкнуться с людьми, с которыми вы сталкивались до сих пор в других уголовных производствах, имели негативный либо позитивный опыт. Ни тот, ни другой лучше не транслировать. Почему? Если вы начинаете обниматься и целоваться со следователем, потому что он реально классный, он хорошо себя вел. У меня был такой случай. Никогда обнимались? Но, когда был один-единственный следователь в моей жизни, которого я видела, я написала потом даже благодарность после обыска. Ну, потому что иначе просто нельзя было поступить с человеком, который, зайдя в комнату, в которой лежала коробочка с новеньким айфоном, вместо того, чтобы его изъять, он сказал, «Так а что тут вылучаете? Тут же видно, что это на носе информации, он же новый. Какая же там информация? Она же нас націкавить». Или то же самое было, когда с ноутбуком. «Давай ты поревируем еще на нем уе, а потом уже примем ее решение». Ну, после таких действий, да, действительно хочется написать благодарность. Он потом говорил, что его чуть не уволили. Мне очень жаль. Мне жаль, если что. Вот. Но. В общем. Был обыск, на котором было достаточно много сотрудников, которые не понимали, что им делать, куда бежать, как составлять документы правильно и так далее. Он пришел и им помог. Несмотря на то, что я была им очень благодарна, или, допустим, вы можете встретить человека, который вам очень помог и так далее, не нужно моментально демонстрировать свою расположенность. Почему? У клиента может создаться впечатление, что вы в каких-то хороших отношениях, не дай бог, родственных и так далее, и вы уже перестаете его защищать, и со стороны этого лица будут какие-то, скажем, нарушения, на которые вы реагировать не будете. То же самое касается ярко выраженного негатива. Если вы встречаете кого-то, кто, ну, скажем, неадекватно себя вел в прошлом, и будет сейчас себя продолжать так вести, либо с кем у вас не закрытые какие-то вопросы, да, нужно об этом всем забыть и вести себя предельно корректно, не реагируя точно так же на выпады в вашу сторону. Клиент это воспримет как то, что вы сейчас здесь решаете свои личные вопросы. Точно так же, если вы станете вдруг объектом атаки дискредитации, если вдруг вы себе позволите вступить в этот скандал, вы потеряете для клиента вид адвоката и станете просто, ну, скажем, одним из людей, кто вот в состоянии шока на обыске, да, потому что вы перестаете оказывать ему помощь, вы занимаетесь решением своих личных вопросов. Мы сейчас посмотрим одно видео, это по поводу... Это обыск в одном магазине в Харькове, очень известном. Вот мы сейчас посмотрим, как адвокаты себя ведут. А, да, все написано, да. Вот. И мы посмотрим, как адвокаты себя ведут, насколько их действия были эффективны в этой ситуации. А потом проанализируем его. Это адвокаты, да. Дайте прости человеку. Вот, прижимите, а. Я не буду здесь. Надо меня. Я сделаю паузу. Мы, когда... Мы, Ксения, редко бываем вдвоем на обыске, да? Но почему? Потому что нам, наверное, вдвоем на обыске нельзя. И вот у нас был случай, точнее так, у нее был случай с другим адвокатом. Когда они попали на обыск, точнее, как, они хотели прорываться на обыск, и следователь видит, ну, адвоката побольше, такого мужчину высокого, и ее видит. И начинает лишь выбирать, кого же лучше к себе запустить. Да, и понимаешь, что ну, что ее запустить, она маленькая, что она там на себе много не вынесет, без следователя не будет, да. И вот контраст. Вот здесь то же самое, да, то есть один отвлекает, другая бежит. Вроде бы хорошее начало, весело и хорошо. Сейчас посмотрим, как это будет дальше. ПОДПИШИСЬ! Почему не пускайте? Что у него? Почему не пускайте адвоката? Следователь не верит. Поговорите сами, следователь! Победка! Следователь не верит. Но, это пускайте вообще. Жизнь, если вы пристели адвоката. Ну, видите, после таких фраз, ну, навряд ли следователь захочет с этим адвокатом общаться и встречаться. Ну, да, если быть на его месте. Вот видите, я больше чем уверен, что, ну, наверное, вот хороший адвокат, просто бывает так, что называется «заигрались». Это бывает у всех, поверьте мне. И у нас тоже, наверное, такое было, просто мы об этом не хочем вспоминать. Но, какой вывод, да, вывод с этой, с этой историей? Что играть, да, вот эти выигры смешно, там, что было весело на обыске. Когда клиент такое смотрит, он не будет за это платить. Это может быть весело быть для вас, да, вот он вдвоем пришли потусили, там, кайф, прикольно, за такое не платят. Особенно, когда вы начинаете оскорблять следователя, то маловероятно, что он будет с вами нормально коммуницировать. Обыск — это, в первую очередь, коммуникация. Даже если сначала там конфликт, все равно в конце все дружат. Это как, я не знаю, как это обозвать, когда идет какое-то свидание длительное, все равно чем-то закончится. Но за редким исключением не заканчивается. То есть по-любому что-то в конце будет, как бы, феерия, да, дружба, жвачка и все остальное. Чем быстрее бы вы выстроите эти отношения рабочие, тем быстрее вы перейдете в нормальное рабочее русло. Вы будете работать как адвокат по ОПК, следователь как следователь по ОПК. Но если вот это будет такая встреча, то вам мало времени останется на рабочую атмосферу. Что это значит? Это значит, что следователь вас не будет воспринимать, и тогда, когда нужно действительно делать юридическую работу, и вы эмоционально устанете, и ему уже будет наплевать. И в итоге получите протокол обыска, где будет написано мешок 1, мешок 2, мешок 3. Да, там количество листов. Вот. А пока кофе-брейк. И минут через 10-15 мы продолжим. Давайте так, откуда берутся 5 минут? Ну вообще, частый вопрос у сотрудников, да, почему 5 минут, если обыск — это же уже всё данность. Обыск — это не данность, и как правило, если включить свою интуицию и наблюдательность, вы понимаете, что сейчас что-то будет. В нашей практике было игнорирование сотрудников, то есть когда сотрудник, скажем, прожжённый жизнью, с большим опытом уголовных преследований и выпутывания из них, приходит к директору и к адвокату с рассказами, к адвокату предприятия, и с рассказами, ребята, я чувствую, внизу сидят, я чувствую, будет обыск. Через 3 часа, 3 часа, слушайтесь в эту цифру, был обыск, вынесли реально всё. За 3 часа можно было подготовиться, лучшим образом. Ничего не было сделано. Точно так же, есть сотрудники, которые сразу замечают, что даже в вашем большом торговом, извините, офисном центре появились какие-то непонятные люди под офисом, спрашивают, где адрес, начинаются разговоры с охраной и так далее. Это всё симптомы того, что вами интересуются, в том числе это может быть обыск. Поэтому мы будем разбирать сейчас 5 минут до обыска, потому что 5 — это такая универсальная цифра, минимум 5 минут у вас всегда есть. Да, и кстати, здесь есть этот принцип сапожник без сапог. Даже если здесь присутствует много адвокатов, у вас в принципе ошибки будут плюс-минус одинаковые. Мы дальше покажем, как у нас был в офисе обыск постановочный. Итак, 5 минут. Что делаем в первую очередь? Какие решения принимаем? Знаем, что скоро будет обыск. Вот-вот. Действия. Выкинуть оружие. Давайте так, выкинуть ценное в окно. Не нужно ничего выкидывать в окно. У нас были клиенты, которые любили выкидывать деньги в окно. Поверьте мне, там всегда будет тот человек, кто будет их ловить. Да, поэтому выкидывать нет смысла. Хотя, с другой стороны, да, вот я не знаю, насколько было бы интересно, если выкинуть бы в окно ноутбуки. Да, как их можно потом протокол обысков писать обратно? Сложный вопрос. Да, главное никого не бить ноутбуком. Вот. Действия. Да, что делаем в первую очередь? Вот мы знаем, что будет обыск. Что делаем в первую очередь? Шреддер. Я сторонник того, что Шреддер, если вы включаете, то вы должны быть уверены, что следователь возле двери не слышит звуки Шреддера. Да, потому что иначе будет скорость увеличиться проникновение в помещение. Поэтому Шреддер, ну, я вообще сторонник того, что в кабинете, в офисе должны быть только те документы, которых вам не больно будет, если их заберут. Ну, это вообще по позиции, думаю, логично. И адвокатская тайна должна быть только в голове, если мы говорим про обыск адвокатов. Итак, первое действие, логично, что мы делаем? Самое первое, знаем, что будет обыск. Даже если мы адвокаты, что мы делаем? Вызываем адвоката, да, звоним адвокату. Все одновременно начинают звонить адвокату? Каждый своему, да? Кстати, вот этот вопрос, да, я, например, очень не люблю, когда попадаю на обыск, и там есть другие адвокаты, которых я не знаю. Можно я расскажу? Это хорошая история. У нас просто, я приехала на обыск, там было три этажа и три соответственно адвоката. Но на моем этаже, на котором я прибыла, потом, значит, переместились адвокаты, я это слышала, потому что у меня была задача как раз-таки сохранить наличные деньги, которые в сейфе были. Я занималась ее выполнением. В это время другой адвокат поднимал народный бунт в коридоре с рассказами, почему вы не выпускаете людей. Согласно Конституции вы обязаны их выпустить, вы не имеете права их здесь держать. Что он в это время делал? Поднимал эмоциональный фон, пользовался тем, что люди понятия не имеют, имеют их право там держать или нет. Кстати, имеют право держать. Вот. То есть выпускать следователя имеют право решить кого-то конкретного. Вот. И в то же время создавал у следователя негативное отношение ко всем адвокатам, которые присутствовали. Почему? Потому что демонстрировал явное незнание норму ПК. Поэтому, когда два адвоката и более, которые друг друга не знают, попадают на обыск, скорее всего, это будет конфликт. Или в начале, или в конце обыска, или после, когда они будут общаться с клиентом. Потому что каждый из них будет перетягивать отдела на себя, говорить, что он круче, чем остальные адвокаты. Вы знаете, это когда ты как адвокат, когда влатишь дело в другого адвоката. Ты всегда найдешь недоработки. Так же самое и на обыске. Мы сторонники того, что если вы и вы работаете с другими адвокатскими объединениями, то у вас должен быть один стиль, один вектор работы. Там уже у меня была прекрасная история как раз про стили про вектор работы. Заходим в помещение, из которого уже, ну скажем, там в этом помещении сидели люди, которых явно выпустили. Ну потому что их нет, там позвали чей-то кабинет, никого нет, да? То есть очевидно, что человека нет. Стоит вот так же, как сейчас стоит портфель, вот так стоит женская сумка. Непонятно с чем. Мы заходим первыми со следователем, потом уныло плетутся понятые. Он начинает предлагать. Говорит, о, вы же девушка, давайте вы откроете сумку. Я говорю, нет, я это делать не буду. О, тогда я понятых попрошу. Мы начинаем перепалку на тему того, что он будет просить понятых, а как я буду на это реагировать. Мимо меня проходит еще один адвокат. Говорит, коллега, ну зачем? Зачем вы это затягиваете? Давайте я открою. В дальнейшем этот адвокат закончил обыск тем, что он сидел на кухне с оперативными сотрудниками, которые ввели опись изъятого. Поэтому, ну очевидно, его пригласили, видимо, с другой стороны. Не знаю. Мы сторонники того, что на обыске должен быть кто-то из адвокатов главный. Однозначно. И желательно, чтобы это был один стиль. Если ты знаешь, что выезжаешь на обыск, а там работают другие адвокаты, и ты их не знаешь, лучше, наверное, не выезжать. Потому что вы их дискредитируете, а они дискредитируют, скорее всего, и вас. А так принято в нашем адвокатском сообществе дискредитировать друг друга. Работать с другими адвокатами на обыске нужно только тогда, когда вы знаете стиль работы, вы им доверяете, и они адекватные. Без разных заболеваний, в том числе психических. Я объясню, почему так происходит. В нашей профессии люди выгорают очень быстро. Я не знаю, какими я буду через 5-10 лет. Может, я тоже буду маразматиком на обыске. Но важно другое, что отслеживать. Потому что часто адвокаты из-за своего раздутого эго портят весь обыск, портят всю картину, портят отношения со следователем. И клиента со следователем, если дальнейшая будет налажена какая-то работа. И веду себя деструктивно, к сожалению. В основном, заметьте, потому что мы наблюдаем за многими адвокатами, которые выезжают, которые выкладывают свои видео в Facebook, и анализируем на предмет того, это было правильное действие, или все-таки это была неэффективная защита. Что мы делаем, когда мы звоним адвокату? Нам нужно сообщить, что у нас здесь происходит, для того чтобы понимать, приедет ли он вообще, есть ли у него желание на обыск попасть? Первое, что он должен осторожить вас, когда вызываете адвоката, это его фраза «А у меня нет с вами договора». Если нет договора, все, сиди дома, не выезжай к нам. Потому что это не аргумент не выезжать. То есть он должен проявить свое желание, что «Окей, обыск, хорошо, цены договорились, условия договорились, внушили доверие, что вы оплатите счета, и пусть он к вам выезжает, называете адрес, куда он вам едет». Кроме того, что обыск может быть здесь, обыск может быть у дома ключевых лиц компании, если мы представляем компанию. Поэтому позаботиться о том, что туда тоже был допущен адвокат. В идеале договор с адвокатом должен быть в этом помещении у кого-либо из вас. А лучше у каждого. Но это просто элементарно. Далее. Вызвали, сообщили адвокату, куда выезжать, что делать, что делаем дальше. У нас есть 5 минут. Действия. Что мы думаем? Может, домой пойдем? Давайте эвакуируемся. Да? Эвакуация. А почему эвакуация – это плохо? Чем больше людей на обыске со стороны предприятий, тем их сложнее запугать. Кроме того, если вы вдруг решили кого-то эвакуировать, у вас пришла такая мудрая мысль в вашу голову, то подумайте о безопасности при эвакуации. Грубо говоря, если действительно есть необходимость эвакуировать больных, беременных или людей, которые действительно обладают мега-важной информацией, у них какая-то мега-важная встреча или какие-то другие обстоятельства непреодолимой силы, то вы должны осознавать, что он безопасно попадет в безопасное место. А не чтобы он поехал домой, а дома у него обыск. И там еще будет больше веселья. Или когда он спускается по этажу, а там опера его под ручки берут, пакуют и везут неизвестно куда. И мало того, что один адвокат будет ехать сюда, другой будет его потом искать где-то. Адвокатов всегда не хватает. Поверьте мне, даже 4-5 адвокатов одновременно подорвают в течение 15 минут, это очень сложно даже по киевским меркам, даже по киевским адвокатским объединениям. Никто не сидит и не ждет, вот сейчас будет обыск, выйду, поеду. В пятницу я в суд не иду, потому что у нас в пятницу обыск. Нет, такого не бывает. Это процесс. Это очень сложно подорвать 5 адвокатов. А иногда 10 нужно, 15. Эвакуация. Эвакуация в среднем допустима при условии 3-5% сотрудников при понимании того, что они будут в безопасном месте. Если вы это можете сделать, рискуйте. Кто это должен быть? Это должен быть ни в коем случае не директор. По крайней мере, в офисе должен остаться тот лидер, которому будут все доверять. Авторитет. Не нужно авторитета эвакуировать. Да, понятно, что если люди хроническими заболеваниями, сердца, опять же, те же беременные или там вот-вот, у которых много детей, то может быть и стоит смысл пойти домой. Эмоционально нестабильных, да, говорливых. Да, то есть есть люди, которые много говорят. Директор, тоже момент, если директор готов быть внутри коллектива, я сторонник того, что если директор есть, он должен быть вместе со всеми. Примером быть для всех остальных, а не закрываться в отдельном кабинете секретарша и ждать, пока это все закончится и страдать. Я объясню, то, что он много знает, это не значит, что его будут пытать, что его будут допрашивать на обыске. При правильном поведении допросы происходят после обыска, через три дня, через повесточку и там уже будет решаться. Поэтому, то, что он много знает, как я сказал, практика показывает, что после обыска наручники никому не одевают. За исключением случаев, если дает какое-то коррупционное преступление, факт передачи взятки, да, там может быть сразу мера пресечения. Но если мы говорим за обычный бизнес, это не Москва. Там все по-другому. Да, вот это очень сложный момент, действительно. Если вы по разным причинам, так сложилось с клиентом, что все-таки не рассказали клиенту, что вы тут главный, и когда он с вами работает, главный вы, и за вами последнее слово, и он идет за вами, за адвокатом, а не вы за клиентом, делайте все его там побожания исполняете. У нас недавно был клиент, который хотел обжаловать ухвалу про обыск в апелляционном суде. Говорю, вы понимаете, что нас в суде не то что смешают с чем-то, да, будет ха-ха ходить, они в фейсбуке напишут, и скажут, вот адвокаты там, проконного, а вчера вы обжаловали ухвалу про обыск, да, дебилы, смотрите. Ну, на самом деле, тут важно изначально выстроить отношение с клиентом, что если вы сотрудничаете, то вы главный. Если не получилось так, поверьте мне, директор, который дает указание адвокату на обыске, ну, потом будет демпинговать цены, да, и будет вопрос с оплатой, потому что он будет думать, что это его заслуга, это он разрулил обыск, а юрист просто бегал, там, что-то носил, подносил адвокат. Так, с эвакуацией определились. Дальше что делаем? Эвакуировали богих. Далее. Что делаем? Время есть у нас. Вот сидим, ждем, пока зайдут в технику. Почему мы технику вырубаем? А если нет на ней информации? Вот нет на этой технике ничего. Рабочая, новая, новые макбухи стоят. Вот только купили, только купили новую технику, вот она включена, работает все. Почему мы ее выключаем? Просто я объясню. Потому что, если опера выключает технику, она может потом не включиться. Потому что они не знают, что есть порядок, как выключать. Например, мы знаем, как Windows выключить, а как MacBook отключить? Выключить. Никто не знает, если вы не пользуете продукцией Apple. И будет через веточку выкл, и потом можно не включить. Очень такая проблема с серверами. если сервера красиво не отключить, то вырвут с мясом, и потом будет вопрос вернуть железо, и ты его ничего с ним не сделаешь. Поэтому, то, что нужно куда переводить, я думаю, мы все прекрасно догадываемся, что там облачные технологии, все дела, все это классно. Но когда вот оно у тебя, и ты был уверен, что 200 лет обыска не было, и как бы и не будет в нашей прекрасной компании, и оно случается, то есть вопросы. Поэтому выключаем технику. Далее, чтобы выключили мы технику, что еще мы делаем? Что мы делаем со своим телефоном? Телефон. Неважно, нашим телефоном. Я адвокат, я не адвокат. Здесь будет обыск. Что с ним делаем? Чистим всю информацию на телефоне. Почему? Пока в нашей стране экспедиции телефона, я не встречал как доказательства, которые были использованы после экспедиции телефона. Это часто оперативная информация. Переписка там в Альбер, Телеграм, Скайп, Фейсбук. Это операционка. Но ваши фотографии, ваши видео, все, что у вас есть на телефоне, могут быть в руках у следователя оперативных сотрудников. К сожалению. Поэтому, если вы не хотите, чтобы ваши интимные фото показывали и ржали опера, то лучше это все удалить. В том числе, снести почту. Кроме того, что еще мы делаем с телефоном? Мы его выключаем или не выключаем? Вот телефон. Выключать будем или нет? Почему? Звук выключаем. А почему не выключаем телефон? Потому что, если мы сейчас телефон выключим, то наши родственники подумают, что у нас сбила машина. Потому что, обонятно, может принять и ваш звено. И так, представьте, да и так 10 часов на обыске. Представляете? Никто нам не может дозвониться. Поэтому телефон мы не выключаем, мы ставим на беззвучный режим. Как пропадают телефоны на обыске? Первое, когда пропадают телефоны, это когда забегает следователь, лежит телефон на столе, и он забирается автоматом. Второй момент. Следователь подошел или опер попросил отдать телефон. И 10% сотрудников телефон отдало. Третий момент. Не попросил, а пригрозил. Не отдашь телефон, будет весело тебе и интересно. Отдали телефон. Дальше. Вы решили поснимать хом-видео на обыске. Начали размахивать. Телефон ушел в доход казино. Вы телефон решили спрятать в карман. Но все видят, что у вас в кармане телефон. Рано или поздно его у вас вытащат. Процессуальный способ. У вас навряд ли заберут телефон. Протокол личного досмотра, постановления о проведении досмотра. В лучшем случае его запишут в общий протокол обыска, если заберут. В лучшем случае вы его больше не увидите. Поэтому, если вам для вас дорог телефон, вы его прячете в то место, при котором визуально не будет видно, что у вас в кармане есть телефон. Если вы хотите минимизировать риск его изъятия, это не гарантия, что у вас его не заберут. Но если телефон будет на беззвучном режиме, вы понимаете, что даже если он попадет в руки следователя, там ничего он не найдет, а вам все равно нужна связь, прячете его во внутренний карман, ложите в сумку, тем самым есть шанс того, что у вас его не заберут. И у вас будет связь с внешним миром, например, в туалете или в каком-нибудь там темном углу. С телефоном понятно? Есть вопросы по телефону? Нет вопросов по телефону. Что еще мы делаем? Вот у нас есть времечко. Телефон выключили, на беззвучный режим поставили, технику выключили, эвакуировать, адвокаты позвонили. Что делаем дальше? Вот сколько здесь нас есть? 25 человек. Что будем? Какое решение будем принимать? Кто встречает гостей? Кто среди вас будет встречать гостей? Все адвокаты. Встречать гостей должен человек, который менее всего эмоционально вовлечен в дальнейшие процессы. И тот человек, кто встречает... Тоже вариант. У нас, например, уборщица, бывший агент КГБ. Она очень прекрасная. Да. Сейчас, ребята, я вам все покажу. Да. Так вот, кто должен встречать? Если вы решили встречать гостей, кто встречает, тот и провожает. То есть, получив ухвалу про обыск, вы должны понимать, что именно вы будете получать протокол обыска. Есть замкнутый цикл. Готовы ли вы эмоционально быть в тонусе на протяжении 10 часов, быть авторитетом для остальных, плюс-минус понимать, какие нарушения, замечания писать в протокол обыска, коммуницировать со следователем, коммуницировать с персоналом. Если вы к этому готовы и вам все доверяют и в авторитете, вперед. Если нет, пожалуйста, должен быть другой человек. Даже если вы готовы, уверены в себе, но первичная коммуникация не срослась, да, сразу меняйте игрока. Поменять лицо, которое коммуницирует со следователем через 2-3 часа, будет очень сложно. Но первые 5-10 минут возможно. То есть вы подошли, вот, например, там девушка-следователь, да, подойдет к ней общаться к Ксении. Ну, маловероятно, что он не срастется. Да. Но если я подойду, шансы увеличиваются. Что сказать? Я же ничего не хочу сказать в ответ на эту дискриминацию. А что дискриминация? Ну, есть такое определение. У нас есть законодательство про дискриминацию в стране. Не, ну кто кому нравится? Это же такой процесс. Очень важно возрастной. Это возрастной. Например, не знаю, ей, например, 25 лет. Это не зависит от ориентации. Это на самом деле действительно. Есть люди, которые там, допустим, с более конфликтным человеком, действительно, такой же человек на взводе никак не найдет общий язык. бывает периодически, что нужно менять людей просто по возрасту. Например, подослать более молодого и, скажем, человека, который воспринимается как менее компетентный, что ли. Он на гораздо меньшем вложении сил добьется большего результата. Но задачу эту нужно выполнять в начале. То есть, если хоть малейшее какое-то сопротивление идет, нужно менять этих людей, которые выстраивают коммуникацию. А что важно? При первичной коммуникации важно выстроить доверие. Да, это сложно, но человек, с которым вы будете коммуницировать, должен видеть вас адекватно. Какие бывают типичные ошибки при первичной коммуникации? Вы не понимаете, кто главный. Когда вы общаетесь со следственной группой, важно вычислить главного. Человека, кто принимает решение со стороны следствия или кто влияет на принимающего решения. Почему? Бывает так, что кто-то принимает решение с головушкой не дружит. И тогда нужно искать его зама, да, условно, который может ему объяснить те или иные вещи, о которых вы хотите ему рассказать. Я же человек, который имеет авторитет в том же коллективе, да? Как в коллективе, который у вас, так и в коллективе, который пришел. Типичные ошибки, которые возникают у адвоката при коммуникации, когда мы коммуницируем сразу со следователем. Бывают случаи, когда следователь далеко не главный, хотя процессуально он главное лицо. А главный, например, старший оперативный сотрудник, который вел разработку предприятия. И тут сразу надо вычислять. Вы сразу при коммуникации видите, как они к нему относятся. Если он всех строит, и ему все подчиняются, значит, он главный. Если его ни во что не ставят, называют его на «ты» и отпускают шалбаны, значит, главное, тот человек, кто это делает. Коммуникация. С чего начинается коммуникация и какую должны вы выстроить задачу? Вы должны понимать, что вы должны встречать следователя таким образом, чтобы вы, останавливая его, все остальные останавливались. А не тогда, когда вы общаетесь с ним, остальные побежали туда, за спину вам. Это ваша цель. Поэтому, когда вы общаетесь, формально вы общаетесь с ним, а неформально вы держите в кругозоре всех остальных. Тем самым вы будете сдерживать свои энергии, свои позиции, чтобы дальше они прорывались. Это не вопрос физической силы. Это вопрос постановки задачи. Потому что, общаясь с ним, вы должны для себя представлять, что вы общаетесь со всеми другими ребятами. Тогда у них будет желание стоять. Например, видео, которое мы смотрели при обыске магазина «Символ», там на что потратили свои, скажем, душевные, физические усилия адвокаты. На общение с людьми, которые, в принципе, не следователь. И они от криков, скажем, сговорчивее не станут. То есть, они обратили свое внимание сразу на какую-то другую целевую аудиторию. Вам нужно понимать, на кого вы рассчитываете и, собственно, с кем вы сейчас выстраиваете коммуникацию. Зачем? Первая коммуникация начинается. Не спокажите удостоверение. Да, потому что это ошибка. Почему? Потому что зачастую в этом нет смысла. Да, они с первого раза вам покажут, но вы не получите никакой информации или получите очень мелкую информацию. Очень мало. Например, там просрочено удостоверение или не просрочено. В принципе, это хорошая информация, но если брать в общей совокупности, это очень мало из того, что можно получить на старте. Первый старт начинается с получением ухвалы про обыск. В чем сложность? Следователь не обязан вам вручить ее. Он должен ее огласить. То есть, или же вам передать и вы ее прочитаете, или зачитать ее вслух. Если он зачитает ее вслух, есть риск того, что вы ухвалу пробос не получите. Поэтому вы должны настоять, чтобы он вам передал ее в руки. Тем самым, она останется у вас. Этого можно добиться, только если вы их адекватно сразу встретили. То есть, если вы с порога начинаете отказываться от ухвалы, либо наоборот пытаться ее выдернуть себе только в руки, скорее всего, вам ее не оставят. Что касается ее вручения, например, ну вот попытки, да, первые, с кем сталкиваются, с ресепшеном лесохраны, у них должны быть четкие инструкции о том, что они не принимают ухвалу, они предпринимают действия по тому, чтобы позвать то компетентное лицо, которое они знают. Но это делается один раз. То есть, нельзя, знаете, сказать, у нас за это отвечает юрист, Мария Ивановна, сейчас я ее позову. Ой, ее нет, поэтому сейчас я пойду за директором по персоналу. Ну, это два раза не работает. Поэтому у вас есть три минуты, за которые вы можете оповестить того же юриста, директора, там, не знаю, HR, кто у вас ответственен за то, чтобы получать ухвалу. Уже эти люди должны обращать внимание на те ошибки, которые, возможно, в дальнейшем послужат тому, чтобы не пускали. Единственный правильный момент для того, чтобы требовать удостоверения, это как раз на этапе получения ухвалы. Должны делать те люди, которые получают ее. Там логично, потому что вы представляетесь, вам представляются. Вы смотрите ухвалу, там написаны лица, которым дано разрешение. Вы устанавливаете, кто перед вами. Логично, понятно. При получении ухвалы алгоритм следующий. Сначала вы ознакомливаетесь с ухвалой, но важно помнить, не нужно затягивать время с ознакомлением с ухвалой. Это ошибка. Почему? Потому что следователи опера понимают, что чем дольше вы ознакомливаетесь, тем есть листья того, что там шредера работают и все уничтожаются. Поэтому время для ознакомления должно быть минимальное. Что вы получаете ухвалу, на что обратить внимание? В первую очередь, срок, дату выдачи. Ухвала действует ровно месяц. То есть, если пришли 1 февраля, действует до 1 марта. Если 1 марта, воскресенье, то ухвала действует до 1 марта, а не до 2-го, следующий рабочий день. У нас сейчас есть одно дело, когда юрист предприятия пустил следователя на обыск, именно в тот случай, когда ему сказали, а ухвала оканчивалась выходным днем, а следовательно, следующий рабочий день тоже действительный. Это не так. Первое, срок действия. Второе, адрес. Внимательно смотрите на адрес, который должен соответствовать договору аренды, документу на право собственности в том помещении, которое находится. Далее, если во время написания адреса указано на именование тех или иных юридических лиц, сверяйте на именование. К адресу также добавляйте этаж. Этаж – это тоже существенный момент, если он не сходится с ухвалой, есть основания говорить о том, что пришли не по адресу, потому что этаж – это тоже часть адреса. Далее, на что дано разрешение? То есть, дата есть, адрес есть, все совпадает, юрлица, которые указаны в ухвале, совпадают. Не читайте суд встановив, читайте ухвалы. Когда люди начинают читать эту первую часть собственно решения суда из серии суд встановив, они, как правило, падают на эмоцию, потому что там перечисляются все эти злодеяния, которые вы и ваша компания совершила, чем это установлено, ну и просто форма этого документа предполагает встановив, это означает, что вы читаете практически приговор, человеку становится страшно, он начинает возмущаться, соответственно, теряет время. То есть, не дочитывает ухвалу до важного момента. Читаем дальше до визуального отделения текста ухвалы. Это то из фантазии следователя, во что поверил суд, на что он дал разрешение, то есть удовлетворил полностью или частично. И, что важно, читаем перечень того, на что могут обращать внимание и что изымать. Вы никоим образом не сможете помешать следователю изъять что-либо еще дополнительно, но вы должны понимать, это вот он сейчас интересуется законно или же нет. Вот это было в ухвале или это уже сверх ухвалы изымается, понимаете, да? И это понимание должно быть и у вас, и у ваших клиентов. Это предмет торга. Формально следователь имеет право выйти за рамки того, что написано в ухвале, но тогда это имущество будет являться стопроцентно временно изъятым, а временно изъятое имущество в течение 48 часов после обыска нужно обратиться за арестом и мотивировать ходатайство про арест. Что зачастую следователи не делают. Итак, определились в ухвале, все совпадает, задовольны участково-нечастково, адрес совпадает, проверили. На все про все у вас плюс-минус 2-3 минуты. Если вы это будете растягивать на 5-10 минут, есть риск того, что у вас ухвалу вырвут из рук, зачитают вслух, понятые подпишутся, что вы ухвалу получили, что вам ее огласили, и обыс с этого начнется. Обыска начинается с момента вручения ухвалы. Все, я понял ваш вопрос. Раньше было проблематично, непонятно, кто им, кому одно право проводить обыск. Сейчас в последнем ухвале, который мы читаем, весь состав следственной группы даже судьи описывают. Кроме того, пишут, что за доручением привлекаются оперативные сотрудники. Что должно быть у следователя? Полномочия на проведение обыска. Это ухвала. К ухвале идет постанова вопросов о следствии группы и доручение оперативным сотрудникам принимает участь в обшуку, и который имеет срок действия. То есть, если постановление о следственной группе срок действия не имеет, доручение срок действия имеют. Сверяйте срок действия доручения с ухвалой. Они могут не сходиться. Например, доручение действует 2 недели, а ухвала действует месяц. и доручение может окончить свои сроки полномочия. У нас было это как основание не допускать оперовку обыску. И вот стоит вопрос, как проверять удостоверение. Вы получили ухвалу, в конце написано «встановив», спрашиваете, кому надо на право проводить обыск, показываете, ребята, удостоверение, полномочия, что вам надо на право проводить обыск. И тогда вы сверяете постановление в следственной группе, доручение о проведении обшуку, и сверяете, ребята показывают удостоверение, ага, Петров, Сидоров, ага, ага, срок действия есть, Удостоверения имеют силу, и уже дальше вы принимаете решение о допуске к обыску. Оттуда идет, а не наоборот из серии, вы нам все удостоверения покажите, а дайте теперь мне ухвалу, а теперь опять удостоверение. Кроме того, закройте рот вашим сотрудникам, чтобы они эту фразу не повторяли. Потому что часто из-за того, что постоянно «а покажите удостоверение, покажите удостоверение», поднимается эмоциональный фон, планка падает, и уже никто ничего не показывает. Дали вам ухвалу, если у вас есть возможность, вы на экземпляре следователя можете отметить что-либо, что считаете нужным. Делается это по-другому. То есть смотрите, ухвала изначально выдается в двух экземплярах для того, чтобы у вас или у вашего клиента остался один, второй пойдет в дело. Соответственно, для того, чтобы написать все свои замечания, а именно, что что-то не совпадает из важных моментов, дата, места и так далее, либо время, например, с нарушением, либо вообще зафиксировать тот факт, когда вы получили, соответственно, эту ухвалу, это нужно написать на экземпляре следователя. Делается это достаточно просто. Вы изначально проявляете инициативу, чтобы вам вручили ее, то есть человек, который уполномочен на эти действия, начинает коммуницировать именно с той точки зрения, что дайте мне ухвалу, где вам здесь расписаться. Ваш экземпляр вы сразу забираете и говорите, где расписаться. То есть таким образом вы не утрачиваете возможность влияния на количество экземпляров, и ваш остается при вас. Важный момент, ваш экземпляр вы не оставляете на открытых пространствах. Очень часто люди относятся к своему офису, и серия «Это же моя крепость, здесь все хорошо, ну как бы это же мой стол, кто здесь возьмет?» Нет. Ухвалу у вас заберут оперативные сотрудники просто из чувства, ну, некой, скажем, подлости и мести, чтобы вам было чем заняться следующие 10 дней, когда вы могли бы заниматься возвратом имущества. Будете заниматься тем, что вы будете получать ухвалу, копию ухвалы. Соответственно, плюс, если вы свой экземпляр не забрали, а он остался чистым, соответственно, в материалы дела, скорее всего, ляжет именно он, а не тот, на котором вы написали 8 замечаний, да еще до входа. Вывод. Ухвала про обыск, который находится у следователя, это единственный процессуальный документ, на котором вы можете что-либо отметить до начала обыска. Ваше право на правовую помощь. Ваше право на фиксацию обыска согласно статье 107. Ваше нарушение, которое вы видели в ухвале про обыск и заявили об этом следователю, а следователь проигнорировал, чтобы у него был прямой умысел, нас уже все второе незаконное проникновение. Почему мы обращаем внимание на этот документ? Действительность, это то единственное, что нам показывает, что было в начале, показывает состояние вещей. И по практике судьи очень плохо относятся ко всем замечаниям, которые написаны в протоколе обыска в замечаниях уже, и касаются чего-то, что было на входе. Например, не допускали адвоката, или были нарушения в ухвале и так далее. Почему? Все понимают, что обыск это не сейчас, это не минутное действие. Оно шло долго. Скорее всего, у вас появилась возможность подумать 10 тысяч раз, проконсультироваться с разными адвокатами, и потом они подвергают критике то, что вы написали уже в замечании. Когда вы это пишете изначально на ухвале, понятно, что вы сразу просили адвоката, обращали внимание на существенные нарушения. Это не то, что вам пришло в голову потом. Еще важный момент, у вас нигде в протоколе обыска, я просто потом забуду об этом сказать, нигде в протоколе обыска не должно быть ни там написано добровольно. Ни добровольно впустил, ни добровольно выдал, ничего. Потому что однажды это слово попало в документы, перечеркивает все остальное. Судьи считают, что если что-то вы сделали добровольно, например, пустили на свою территорию, несмотря на ошибки, значит, все было хорошо и не о чем говорить о нарушениях. Нет повода. С получением ухвал про обыск понятно? Что писать? Не просто требуя адвоката, требуя адвоката такого-то договор прилагается, чтобы было не просто зафиксировано ваше право на правовую помощь, а конкретно на какого адвоката, и чем вы подтверждаете, что у вас такой адвокат есть. Что значит договор прилагается? В идеале, если вы заключили договор со своим клиентом, вы должны позаботиться о том, чтобы договор с вами лежал как с адвокатом на каждом рабочем месте. Это поможет и при видеофиксации, если у вас обыск, допустим, проводится под видео, и просто для ощущения безопасности для каждого из сотрудников. Это очень важно, когда каждый сотрудник, независимо от того, где он работает, на ресепшн или в бухгалтерии, или еще где-то, понимает, что у него вот здесь есть подтверждение того, что у него есть адвокат. Не эфемерно где-то там заключали договор, а вот он его видит. Мы сейчас перейдем. Сейчас перейдем к видеофиксации. Окей. Получили ухвалу. Мы писали про то, что мы требуем адвоката, и второй момент – это требует видеофиксации. Почему мы советуем требовать видеофиксацию? Потому что под видео обыски проходят, как правило, гораздо спокойнее и тише, потому что никто не хочет быть звездами Ютуба. Уже прошло то время, когда этого мало боялись. На сегодняшний момент еще обыск не закончился, а вы уже звезда. Поэтому не всегда в позитивном плане. Под видео всегда люди спокойнее себя ведут. Это касается и сотрудников, и тех правоохранителей, которые приходят. И под видео есть там, скажем, такая возможность фиксировать замечания сразу. Не то, что писать когда-нибудь потом. Обращать внимание, смотрите, понятой там умер. Или еще что-нибудь произошло. Мы как раз одно из видео посмотрим, потому что это было не видеофиксация. Что не нужно делать под видео? Не нужно под видео говорить, чьи это деньги, чей это товар, чьи это наркотики. Потому что это фиксирует, это доказательная база. Но само по себе отсутствие видео – неналежный доказ. Неполное видео – неналежный доказ. Видео, которое не фиксирует проведение обыска, а просто здесь показано видео понятых. Пейзаж – это тоже неналежный доказ. Села батарейка – неналежный доказ. То есть это хороший инструмент. В каких случаях его нельзя использовать? Ну, наверное, если у вас нейроконверт. Если у вас нарколаборатория. То есть это у вас, то вы понимаете, нужно вам его использовать или нет. Но тогда не будет его использовать. Но тут просто все. То есть или вы, или они. Ошибка. Ошибка, когда следователь с операми заходит под камеру, и вы думаете, что идет видеофиксация. Нет, ушки. Опера, которые приходят с камеры, они фиксируют факт проникновения в помещение. Например, необходимость ломать двери. И факт вручения ухвалы про обыск. Все. Это видео потом исчезнет и не появится, пока вы о нем не спросите. То есть в любом случае, даже если вам зачитывают ухвалу под видео, если вы хотите видеофиксацию, требуйте ее. Что касается количества людей и обязанностей. С этого момента это обязанность тех, кто к вам пришел. То есть не ваши сотрудники, не ваши клиенты не должны на свои средства или с помощью своих людей это фиксировать. Часто хотят помочь. Помогаем мы следователям в других вещах, мы о них поговорим чуть позже. Только в двух. Это нет. То есть ни на ваши средства, ни вашими людьми. Почему средства нет? Потому что потом этот телефон или камера будут просто приедены не до протокола обшуку. Я не думаю, что это та судьба, которую вы хотели бы ожидать для своих девайсов. Во-первых. Во-вторых, зачем помогать делать процесс обыска более законным и прозрачным? Пусть он идет так, как и не планировать. Вручили ухвалу. И дальше есть несколько путей. Первый, обыск начинается без адвоката или следователь адвоката ждет. Но без адвоката понятно. Сейчас еще про серую зону, секунду. Это когда вы заявили про видеофиксацию, они не готовы. Ну вот, да, следует несколько реакций. Первая реакция по беспределу, идем и проводим. Вы ничего сделать не можете. Помним о том, что наложенный доказ. Вторая ситуация. Так что мы теперь должны, собственно, за видеокамерой идти? Да, должны. Ну и третья идеальная. Вот у нас видеокамера. Вот. Третью не рассматриваем. Первую сняли. Рассматриваем вторую. Что делать? Некая серая зона. Потому что это еще вроде не обыск, но уже и не совсем мирное существование предприятия. Правда? Ну, хвалу вручили. Ну, как бы ухвалу вручили, но не могут приступить. Значит, во-первых, да, они должны за этим идти. Второй момент. В это время они, естественно, оставят у вас людей. Ну, на территории. Ваша задача выделить человека, который будет ими заниматься. Уведет их в помещение а-ля конференц-центр, пустой кабинет, курилка, кухня. Везде, где им будет удобно, она будет наливать им чай и разговаривать. Что ваша задача их изолировать и не дать возможность проводить обыск. Если вы людям не дадите места и работу, они начнут автоматически проводить обыск. Ну, так как заточены они под это. Соответственно, вы в это время тоже не допускаете совсем уже большой наглости, не выносите документы пачками, не уничтожаете их и так далее. То есть вы можете в это время заниматься выключением техники, перекладыванием в личные вещи своих личных вещей, но и только. Если вы не адвокат, и у вас такие задачи, чтобы адвокат был к обыску допущен, и вы уже ухвалу получили, и ваши требования на адвоката записали на экземпляре следователя, как нужно коммуницировать дальше? Дальше вы должны убедить следователя дождаться адвоката. Ну, во-первых, вы свое право на правопомощь реализовали. Поэтому недопуск адвоката уже будет являться существенным нарушением УПК, а не там порушение права на захист, там 397-я статья, которая практически не работает. Кроме того, ваша задача убедить, что есть адвокат, возможно, у него есть документы, за которыми вы пришли, возможно, есть еще другие выгоды от того, что адвокат прибудет. Кроме того, вопрос адекватности, что у нас адекватный адвокат, он не будет истерить, он не будет мешать. Его задача будет только то, чтобы правильно был составлен протокол обыска, все, что вы посчитаете нужным, заберете, все, что не нужно, оставите. Вот его задача. То есть вы должны нивелировать его профессионализм, понимание того, что сейчас он приедет и все поломает, и вы отсюда убежите. Потому что первичная встреча адвоката со следователем, он не должен внушать опасность. Если адвокат внушает опасность или внушает, что у него непорядки с головой, понятно, что он будет следователя раздражать, и следователь не будет желания с ним вместе коммуницировать. И дальше вариантов несколько. Или следователь ждет, чтобы следователь ждал, скажите, сколько времени понадобится, чтобы прибыл адвокат. А не просто он выехал, или он одевается, одел трусы. Нет, конкретно адвокат будет через 20 минут. 20 минут подождет. Но если через 20 минут не приедет, нужно тянуть время. Потому что если вы скажете, что адвокат приедет когда-нибудь, его никто ждать не будет. Сами посудитесь, если вы были бы следователем. Пришли на обыск, где-то есть адвокат непонятно какой, где-то откуда-то едет непонятно откуда. Ждать, не ждать, зачем? Ну и дальше приехал адвокат, не приехал адвокат, а дальше мы работаем в правом русле. Итак, следующий слайд. Следующий слайд очень важен, особенно для адвокатов. Очень важно на обыске беречь головушку, чтобы ее не проломили, чтобы не получить какие-то вывихов, переломов рук, пальцев. Очень часто у адвокатов на обыске ломаются пальцы, потому что они думают, что если их вставляют в двери, то двери не закроются. Это ошибка, двери закрываются, и пальцы там остаются. Не важно помнить о границах. Вы защищаете клиента, но вы в первую очередь знаете, вот как проводят обучение, допустим, в самолетах. То есть мать, которая летит с ребенком, она сначала надевает, соответственно, маску на себя, потом она защищает ребенка. То же самое и вы. У вас должно быть полное ощущение безопасности, вы должны идти на защиту своего клиента до тех пор, пока вам лично опасность физическая не угрожает. Самое важное, то, о чем сказал Денис, если вы утратите возможность, скажем, быть в безопасности, что-то с вами случится, вы перестанете быть адвокатом для клиента вашего. Вы сами сразу автоматически перейдете в раздел клиентов, только адвокат к вам не приедет уже. В последнее время мы выезжаем на обыски с охранным агентством. Они приезжают на обыски быстрее, есть уверенность в том, что при них нас бить не будут. От чего это произошло? Не от того, что мы там когда-то на обыски получили по голове. Нет, мы иногда привлекаем на обыски наших партнеров, и у нас появился один партнер, который постоянно на обыски получал по голове. И он получил по голове, причем он получил раз по голове, как бы мы думали, случайность, два раза, закономерность. Ну что значит по голове? Не прямо в голову, да? Где-то там ногу подвихнул, где-то палец сломал, где-то там ушиб какой-то сделал, где-то какой-то конфликт. Ну понятно, что первое желание с ним больше не работать, но вопрос в последствии. Это тоже вопрос. Ладно, ну как бы всякое бывает. Насилие проявляется по отношению, кстати, не только к мужчинам. Я тоже человек, который страдал от насилия, но вопрос же реакции. То есть клиент не оплатит те, сколько он потратил? Что-то часов шесть, кажется, на дачу пояснений, на еще что-то там, на снятие этих побоев и так далее. То есть все это время его нет. Он вроде как восстанавливает свою геройскую репутацию, но работать он в это время не может. Клиент это, естественно, не оплачивает. Да, клиент об этом не платит. Плюс он начинает, ну дети, сери, меня там травмировали на обыск. А когда ты начинаешь разбирать ситуацию, в основном насилие к сотрудникам, к адвокату, применяется исключительно по вине или сотрудника, или адвоката. За редким-редким исключением, если попал на такого же неадеквата со стороны следствия. Поэтому очень важно как раз и не проявлять излишнюю агрессию, потому что она вызывает ответную агрессию. Поэтому здоровье во главе всего. В первую очередь, когда мы выезжаем на обыск, мы думаем о своем здоровье, своей безопасности. Только потом уже о безопасности клиента. Потому что с поломанным пальцем осуществлять адвокатские функции крайне тяжело. Сложно писать замечание к протоколу с поломанным пальцем. Да. Как вариант. Ну да, если гипс наложат. Душновато? Холодно? Сдувает? Можно как-то наладить? Северные места. Здесь есть зоны, видите, это южная часть. Кроме того, давайте договорим по поводу фиксации. Когда ты один на обыске, нет у тебя свидетелей, нескрытых, открытых видеокамер, понятно, очень сложно, скажем так, коммуницировать с оперативными сотрудниками, особенно когда физзащита в масках идет. Поэтому это тоже вопрос безопасности. У нас одна клиентка, именно клиентка, которую застали на обыске, она была одна с охранником, охранник первый получил голову на обыск, при обыске. Так часто бывает, если есть охранник у вас в офисе, то он первый всегда получит, он для этого ему платит. Что сделала она? Она одна осталась вместе с оперативными сотрудниками Печерской налоговой милиции, со следователем, те решили посмотреть ее сумочку. В сумочке оказались самые ценные прокладки, которые могли быть, она не хотела им их показывать. В результате того, когда сумочку начали вырывать из рук, она упала, тянулась за сумочкой, сломали ей руку. Пока сломали руку, она убеждала, что рука сломана, вот смотрите, она сломана, если вы не верите. С трудом и унижением вызвали скорую, скорая приехала и ее госпитализировала. Скорая госпитализировала, помещение пустое. Почему? Потому что до этого госпитализировали охранника, который получил в голову. Понимаете, абсурдная ситуация. И в итоге пустое помещение, двое травмированных, возникает вопрос, за что? Что было ценное в той сумочке, печати, штампы? Нет, там были ценные генические средства. То есть вопрос адекватности. Потому что зачем было сопротивляться, Господи, посмотрели бы эту сумочку, ничего с ней бы не взяли. Но по факту оказалось все по-другому. Так вот, здоровье — это основа. Кстати, мы как адвокаты в последнее время, ну когда мы проходили? Наверное, пять месяцев назад, курсы неотложной медицинской помощи. Почему? Потому что действительно, когда большой коллектив, часто нужна медицинская помощь. У кого-то болит сердце, эпилепсия, какие-то мучения, страдания, давления. То есть вы как адвокаты должны это уметь делать, основу. Да, как положить, куда нажать, как транспортировать. Почему? Потому что часто приходится следователю убеждать, вызывать скорую, что это не симуляция, что действительно человеку плохо, что он потерял сознание или болит сердце. Это важно. Вы должны для себя определить принципы, по которым человеку может быть плохо. Например, те же самые проблемы с сердцем. Как, что делать? Потому что на обыске, к сожалению, умирают люди. У нас есть два случая, просто слава богу, не у нас, а у наших коллег, где при обыске умер один из охранников и сотрудник предприятия. Почему? Потому что вовремя не было оказано медицинской помощи. Потому что думали, что симулируют. Это одесские случаи, про него можно почитать. Что нужно делать, когда вы вызываете скорую? Есть два диагноза, при которых могут приехать. То есть первое, это у кого-то из сотрудников болит сердце, второе, человек потерял сознание. То есть два основных мотива, по которым скоро обязаны приехать и найти этого пострадавшего, чтобы как-то оказать ему помощь. Что нужно говорить следователю и оперативным сотрудникам? Им нужно рисовать картину и убеждать, что это действительно симптом, это не симуляция, и что с ними будет, если они не приедут. Потому что часто следователи и оперативные сотрудники не чувствуют ответственность перед собой, перед обществом за неоказание медицинской помощи. За это есть уголовная ответственность, за это есть служебные проверки, расследования. И за это, в конце концов, кто-то может сесть в тюрьму. Или кому-то родственники дадут по голове, потому что родственники очень серьезные люди. Поэтому мы обычно рисуем картину. А ты знаешь, что с тобой будет, если сейчас он тут умрет. И начинаем рисовать картину. И обычно картина живая, с красками, и он в это верит. Приходим к следующему. Пассивная позиция адвоката. Если вы только вернулись из ночного клуба и очень-очень хотите спать, но вам звонит клиент с рассказами, что, пожалуйста, приедьте ко мне на обыск, лучше все-таки вызывать своих коллег. Потому что вы продержитесь еще час-полтора, но после шести часов вы не будете ничем отличаться от тех сотрудников, которые там были застегнуты врасплох. Да, от понятого, кстати. Мы покажем смешное видео чуть позже. То есть адвокат, в отличие от клиента, от любого сотрудника клиента, должен сохранять единое состояние на протяжении всего обыска. То есть то, как вы его начали, вы также должны и закончить, иначе вы не получите позитивного результата. Вашей пассивностью воспользуются. В тот момент, когда вы, скажем, присядете отдохнуть, произойдет большая часть тех заключений, которые потом запомнит клиент. Скорее всего. На обыске есть два несчастных человека, которые не могут отдыхать, это следователь и адвокат. Но следователь пришел туда с конкретной целью, ваша задача соблюдать, извините, соблюдать и защищать интересы вашего клиента. Поэтому постарайтесь соблюдать единый эмоциональный фон. У каждого для этого есть свои секреты, это и кофе, и выспаться, и хорошо себя чувствовать, веселье, сарказм, я не знаю. Но вы должны это делать. То есть важно иметь драйв. Вы приезжаете на область, у вас должен быть драйв. Вы должны получать удовольствие от того, что делаете. Вы понимаете свою функцию, свое предназначение, понимаете, с чем вы можете быть полезным клиенту, а что точно не ваша задача. Да, я, например, не рекомендую на себе что-то прятать. Там печати, деньги, ноутбуки клиента. У меня был один случай, он был, парадом, слава богу, один раз, когда я приехал на обыск, была зима, я был в верхней одежде, пока я одежду развесил, пока я коммуницирую, и я смотрю, что кто-то случайно мне в рукава напихал печати. И вот-вот они выпадут. Я как дурачок на этом стуле три часа сидел, ждал своих коллег, имитировал, что не могу встать, что у меня проблемы с желудком, да, тем самым у меня в карманах были печати. Поэтому, другой был случай с моим коллегой, в котором клиент почему-то уговорил, бери ноутбук и бежи. Вроде бы, вроде бы идея хорошая. Нет. Если бы его не увидели понятые, Это же идея плохая была. Ну, скажем так, его увидели понятые, но не остановился, за ним побежал следователь, он сел в машину, поехал, а пока по номеру машины не пробили, что это адвокат, они позвонили ему по телефону, сказали, как бы, верни ноутбук, и мы все простим. Вот. Поэтому не нужно эти вещи делать. Есть еще такие моменты, допустим, чего нельзя делать со стороны клиентов. Знаете, очень часто бывает, когда на обыске находишься, поскольку тебе хотят что-то передать, чтобы ты это спрятал. Адвокат это на автомате забирает и кладет в сумку. У меня был такой случай, потому что из самых запомнившихся, когда я кладу все, потом через какое-то время, я не знаю, что я положила в сумку, через какое-то время я решаю посмотреть, что же там. И выясняется, что все, что лежало в этом отделении, уже полностью находится в шоколаде, потому что это была шоколадка. И она раскрылась как-то, испортила все документы, которые лежали у меня в этом отделении сумки, потому что вот таким вот жестом мне клиент решил шоколадку передать. Когда я спросила, зачем вы это сделали, мне сказали, я не хотела угощать этих людей. Серьезно? Да, кстати, по поводу краж. В офисе воруются зарядки, шоколадки, мандарины, апельсины, кофе, сахар, бумага, дрель. Пластиковые лоточки для документов. Лоточки. Вся абсолютно сувенирка. Мелочь. Корпоративная касса. Как минимизировать риски краж на обыске в офисе? Что это выкинуть? Еда в холодильнике, кстати, да, едят же. Алкоголь, сигареты, там это все понятно. Для того, чтобы минимизировать риски краж, важно, чтобы были закрыты двери, чтобы не было лишнего, не были не оставлены пустые комнаты. То есть, это процесс. Вы не всегда знаете, что у ваших коллег лежит в ящичках. Точно так же, как вы не знаете, что у клиента лежит. У нас был такой случай, когда у нас был обыск, мы сами инициировали то, что сделали перерыв, хотя такого действия вообще нет. И хорошо, что мы его сделали, потому что мы узнали, что один из сотрудников именно в этот день решил принести все свои сбережения, которые он откладывал на какую-то там квартиру и положить их в свою шухлядку, закрыть своим ключиком, и, собственно, она бы не выдержала даже простого какого-то физического усилия. Поэтому вы не знаете, что у них хранится. Поэтому в тех помещениях, которые уже досмотрели, тем не менее, должны находиться ваши люди, либо они должны закрываться. То есть, должно быть пресечено просто гуляние по коридорам и по помещению. В чем? Смотрите. Конечно. Мы готовим персонал точно так же, конечно. Смотрите, обычно для провокации, да, мы говорим о том, что здесь лежал телефон, кто его уже украл. Да, тем самым приводим в тонус. Вы, как адвокаты, должны, вы так выстоять коммуникацию с операми, чтобы они у вас спрашивали разрешение в туалет. Они захотели попить воды, не спрашивают, а пойдемте с нами, вы посмотрите, как я пью воду. То есть, вы должны постоянно их подозревать, что они могут что-то попасть. Мы сейчас не шутим, это правда. То есть, в наших ситуациях так и происходит. Что касается краж мелких. С одной стороны, мелкие кражи, это ерунда, это не больно. Но когда это происходит в больших масштабах, это негативная эмоция, которая ложится на плечи вашего клиента, собственника, кто за это платит. И чем больше будет краж, тем почему-то будет думать, что адвокат должен был охранять это имущество, что адвокат не сохранил, не уберег. Поэтому мы изначально выстраиваем политику при общении с клиентом, что компания ответственности за кражу сотрудников не несет. Потому что клиент не может знать, сколько у него было денег в кармане, там в верхней куртке, а там пропало тысячу долларов, сто долларов или пятьдесят гривен. Никто бы там никогда не установил, сколько там было денег на самом деле. На эту тему, что виноват во всем всегда адвокат, есть хорошее высказывание, оно правда касается пиарщика, знаете, нет? Если ивент прошел классно, то все молодцы, спикеры отличные, организаторы классные, пиарщик здесь ни при чем вообще. Если прошел плохо, пиарщик очень виноват в этом, естественно. Ну если выиграли, да, победил клиент, если проиграли, проиграл адвокат. Ну это классика. Поэтому изначально мы сразу объясняем клиенту, что да, есть риски кражи, переложите всю ответственность за сохранность вещей на сотрудников. Это то же самое, когда они там в театр идут свои вещи сдают. Написано же, да? Или там в магазин сельфо заходят, что ответственность магазин за кражу личные вещи не несет. Но в работе та же самая ситуация. Иначе потом эти обиженные сотрудники со всеми обидами будут приходить к директору, к собственнику и всем рассказывать об этой ситуации. И потом же ничего не восстановишь. То есть если она украдена, кража выясняется или сразу после обыска, или через день, через два. Редко, когда на самом деле сразу после обыска. Обычно сейчас какой-то процесс. Потому что все в эмоциях, там недосчитались. А потом уже, когда на свежую голову приходят, смотрят, там было, там было. Кражи дома. В кражах дома виноваты, как правило, окружающие. Жены, дети, тещи. Те люди, которые находятся дома во время обыска, а, например, там, хозяин или хозяйка находилась на работе. Почему? Потому что мы защищаем детей, чтобы их там не изнасиловали, не убили. Мало ли, что это же обыск. А в то время по этажам ходят разные люди по разным комнатам и вытаскивают сбережения, документы и все остальное. То есть это кардинальная позиция, но и в том и в том случае кража это по большому счету виноват тот, кому эти вещи принадлежат, что за ними не следил. Это показывает практика. Поэтому мы за то, чтобы всю ответственность, когда ты общаешься с клиентом, по поводу кражи и сохранности вещей переложить на сотрудников. В том числе, когда мы выезжаем с охранным агентством на обыске. Вы это и есть преимущество, потому что одна из задач охранного агентства охранять имущество компании. Тем самым приводят в тонус тех людей, которые обыск проводят. Кто ворует? Кто ворует? Минутку. Воруют в основном оперативные сотрудники или же лица, или находятся лица, которые находятся в масках. У нас будет время, мы как раз, кто видел, кто не видел обыск в ювелирном магазине «Граф». Я думаю, все смотрели, это они будем показывать. В чем смысл? Почему это происходит? Опера воруют. Они на самом деле, они не работают со следователем в одном отделе. Очень часто опера и следователи не знают друг друга. Сейчас они не подчиняются напрямую следователю прокуратуре. У них какой-то свой независимый орган. Поэтому крайних там никогда не найдешь. А в том числе, когда люди в масках, там в том числе, ну, они в масках, попробуй установи, кто что забрал. Вопрос был. Есть какой-то вопрос? Да. Извините. Да, вопрос. А, нет, смотрите, мы сделали перерыв, потому что мы вообще защищали другую штуку. Мы защищали деньги, которые были в офисе. Мы их переместили еще в начале обыска в самый дальний угол и так далее. Мы делали перерыв, аргументируя тем, что никого нет, это выходной день, ни одного сотрудника нет, все ящики нужно вскрывать. То есть мы не этим мотивировали. Но за то время, что мы сделали перерыв, договорились на следующий день, в воскресенье, на 9 утра. До 9 утра мы обещали привезти всех сотрудников с ключами. Мы принесли все ключи, действительно, ни одного сотрудника. но за ночь мы собрали всю информацию, мы понимали, что у каждого лежит, где там ценности и так далее. Соответственно, мы там были раньше. Что? Нет, опечатали все, причем даже не все. Они в это верят, ну пусть верят. Опять же, вопрос коммуникаций. Смотрите, это инструмент. Наша позиция, которая согласована была с судьями, в том числе и с судьями Высшего специализированного суда. Они считают, что с ухвалой по обыску можно выйти один раз. Вошли, все, вышли, все, пожалуйста, другая ухвала. Поэтому на следующий день, когда они приезжают, у них должна быть своя ухвала. А особенно это хорошо, когда они вышли, и опечатают. Мы еще там находимся. Я думаю, что вы находитесь. Вот. Если вы их не выгнали, да, они находятся в помещении, тогда это не приостановление, на самом деле. Это просто идет обыск, просто ничего не делается. Но если они вышли, и опечатали, это прекрасно. Да, потому что второй раз они уже не войдут. По крайней мере, если не пустите. Хотя у нас были клиенты, которые повелись на такую штуку. И у них обыск был... Как будто месяц, кажется, шел во время новогодних праздников. Да, с перерывами на Новый год. Все как положено. То есть 25 декабря начался, а потом с 31 по 4 был перерывчик. И 13 или 14 января это сейчас все закончилось. Вынесли все подряд. Ну и понятно, оказались, что финансируют терроризм. Все как обычно. Вот. Далее. Проявление... Здесь хотела бы сделать... Ну, об этом мы говорили, в принципе, да? Хотела сделать акцент на том, что действительно есть две вещи, во время обыска, во время которых мы помогаем следствию. Первое, упаковываем чувствительную технику, потому что иначе вам ее вернут, как в Борисполе багаж. То есть, в принципе, приятно, вроде чемодан ваш, но что внутри не ясно. Вот. И второй момент, это помогаем составлять опись. Это в ваших интересах. Почему? Потому что ящик, извините, ящик, пакет 1, пакет 2, пакет 3, либо папка синяя с документами 60 листов, никоим образом вам не поможет потом это вернуть. Вам нужно, чтобы возвращать, понимание того, что изъяли вообще. Это в ваших интересах, но это чистая коммуникация. Ваша задача убедить следователя в том, что вы предоставляете силы, то есть, своих помощников для того, чтобы делать такую опись, и зачем вам это нужно. Приведу пример. Обыск ювелирной сети хотели изымать точно так же, знаете, в ящики набросать, все эти ювелирные украшения и закончить. Обращаю внимание на ухвалу. Говорю, здесь написано, что у вас радиоактивные материалы. Что это означает? Что вы пойдете на экспертизу. Мы потом скажем, что это была вообще другая сеть, вы нам подбросили. Это вообще не наша продукция. И будем абсолютно правы. Поэтому в ваших интересах давайте мы вам дадим вот 16 человек, который стоит. У нас есть там какая-то, скажем, уже база компьютерная, которую можно использовать. Давайте делать нормальную опись. Демонстрируешь желание, понимание и объясняешь, почему это нужно сделать. Очень редко, когда попадаются полные неадекваты, которые все равно хотят все это засунуть в какие-то безымянные ящики и вывести. Поэтому ваша задача убедить, почему нужно делать нормальную опись. Нормальная опись выглядит следующим образом. Если мы говорим там про ювелирку, понятно, что это каратность, вид изделия, металлы. Если это документы, из них должно быть понятно, что это и в каком объеме. Например, договор между теми-теми про то-то, да? Или налоговая документация за такой-то год между. Ну, например. Если это техника, вся та информация, которая попадает обычно в инвентаризационную ведомость, а именно серия, инвентаризационный номер, вид, когда имеется в виду новое, не новое, когда куплено, состояние и так далее. Все, что позволит потом убедить судью в том, что да, это ваше было имущество, вот оно в таком состоянии было, почему оно возвращается в другом, например. Что касается, ну, носители информации соответственно переписываются, да? Все, что с превышением желают изъять, то же самое. Относитесь к этому точно так же. Это изымается в нарушении, и тем не менее, как бы мы это переписываем точно так же, как будто бы они имели на это право, так, чтобы потом восстановить. Если вы знаете, что сейчас изымаются чьи-то личные вещи, например, вы были свидетелем того, что этот планшет, который лежал на столе у кого-то, и вы знаете, что это его личный планшет, забирается, как техника организации. Пишем, что этот планшет такой-то личный, ну, принадлежит тому-то, да? Да, пожалуйста. Сейчас мы как раз про понятых и поговорим. Сейчас мы про это про понятых и поговорим. Ну, по поводу допускать унижение клиента мы обсудили. Это самое то, что потом клиент, за которое клиент не платит, если было унижение. Видео хотелось говорить. Да. А что сейчас будем обсуждать? Будем обсуждать, какие же замечания нужно писать в протокол обыска. Замечания бывают трех типов. Замечания в отношении понятых, замечания в отношении следователей и замечания в отношении оперативных сотрудников. Важно структурировать. Можно, конечно, писать одним сочинением, но мы сторонники того, что нужно сначала об одних, о вторых, о третьих. Те нарушения, которые были допущены. Следователь. Нарушения следователя типичные. Недопуск адвоката, ошибки в ухвале. Это его типичные нарушения, которые есть. Те ошибки, которые вы считаете, пишите к замечаниям протокола обыска. Оперативные сотрудники. Это всевозможные унижения. Недопуск в туалет, недопуск в еде, оскорбление, попытки допроса, насилие. Что важно? В туалет. Первое, что нужно защитить оборону, когда вы начинаете как адвокат работать, чтобы был открытый доступ в туалет. Для этого нужно или своим примером, или примером более грамотного сотрудника показать, что в туалет будет по-любому оккупирован, независимо от того, откроется там дверь или не откроется. И будет сделано все, что посчитает клиент нужным. Понимаете, как это происходит? Что нужно сделать? Нужно уйти от общения с позиции «разрешите мне пройти в туалет, как в школе». Знаете? В школе поднимать руку и идти по разрешению не нужно. Что это значит? Это значит, что тот человек, кто идет, должен довести свое дело до конца, потому что если он дело до конца не доведет, будьте уверены, что остальные, кто на него смотрел, то же самое дело до конца не доведут и будут терпеть до окончания обыска. Что имеется в виду? Грубо говоря, вы в туалет попадете только как сумку покажите, да? Например. То есть это установление неких правил, которые работают только на время обыска. Ваша задача как адвоката, либо как лица, который принимает решение, скажем, и пользуется авторитетом на обыске, показать, что нет. К воде и в туалет мы будем ходить так, как пожелаем нужным, когда мы захотим. С сумкой, да, и не будем ее показывать. Нет, ну смотрите, сумка у вас вообще, все, что касается личных вещей, подход совершенно другой, не такой, как вы привыкли в обычной жизни. В обычной жизни, вот, это ваша сумка, да, сейчас? Вот, в обычной жизни вызовет, скажем, неодобрение, если я подойду и начну ее забирать. Потому что это же личные вещи, это понятно всем, что это его личные вещи. Во время обыска все, что не на вас, не при вас, то есть сумка там через плечо и так далее, или у вас в руках, это не ваше личное имущество, это то, что находится в помещении, а значит его можно обыскать. То есть сумка с вами находится на протяжении всего обыска, вы ее из рук не выпускаете. Вы должны показать, что вы в туалет пойдете, перефразируя, да, вы пойдете в туалет в любом случае. Это ваш офис, значит вы пойдете вот сюда. Еще, туалет бы я бы использовал по назначению. Да, действительно, я объясню почему. Иногда есть желание там спустить какие-то флешки. Но первые люди, кто идут в туалет, они должны туда по назначению. Почему? Потому что вы там может флешку и спустите, да, вдруг всплывут какие-то следы, потом никого не пустят туда. Поэтому первично, кто идет в туалет, это авторитеты для остальных, и он должен дойти до конца, тогда будет свободный вход-выход. И тогда не будет вопросов, потом можете и флешку спустить, и по телефону поговорить. Но первично, во время обыска часто людям хочется в туалет, потому что это стресс. В том числе, когда вот во время, приходишь на обыск, и все начинают хихикать, это тоже проявление стресса. Это не потому, что всем весело. Так проявляется стресс. Поэтому это нормально, людям нужно обеспечить беспрерывный доступ. Если сотрудники захотят есть, так бывает через 5-6 часов после обыска. Как эффективно поступить? Заказать еду на всех. Операм, следователю, себе, адвокату, сотрудникам. Заказали, поели, делали перерыв, и дальше, если вы правильно выставили коммуникацию, через 2-3 часа это рабочая атмосфера, и проблем не будет. Но если где-то что-то пошло не так, где-то пошла негативная эмоция, нужно исправить. Опять же, заказали еду, это означает, что, знаете, ну как в гостях принимаете, да? То есть вы определяете, где и кто будет есть, и что и кто будет есть. Не нужно выделять отдельного человека, который будет ходить, потому что вы изволите. Да, или сначала там следователю с операми поели, а потом вы поели, нет. Или вы вместе едите, или вы им раздаете, это тебе, это тебе, а это мне большой кусок. Да, то есть это называется установление правил, да, поэтому кто... Первые 2 часа на обыске, это вообще установление правил игры, которые будут действовать потом. Но потом вы тоже можете, знаете, откатать свои позиции обратно. То есть вот заняли вроде хорошее место, да, а потом начали прогибаться. И все ваши достижения ушли. Я вчера не Федор читал статью, так он сказал интересную вещь, да. Власть не дают, власть берут. Вот на обыске то же самое. А кто сказал? Это что-то известное выражение. Да, но он-то процитировал, я вчера просто читал его интервью, что он сказал. Так вот, здесь на обыске то же самое, что нужно брать власть в свои руки во время обыска. И в принципе следовательно вряд ли будет за нее сильно держаться. Почему? Потому что это тоже поток. Далее. По оперативным сотрудникам. Понятно, да, нарушения, которые они могут допускать. В том числе и попытки допроса. Если им даже в доручении, кстати, когда вы читаете доручение, там часто пишут, что кроме обыскать еще кого-то допросить или отобрать пояснение. Так вот, пояснение вы понимаете, что это дело добровольное. Без согласия лица, который отбирает пояснение, произойти не может. Допрос. Допрос на обыске возможен при согласии сотрудника. Если сотрудник хочет соглашаться на допрос, его могут допросить на обыске. Допросить где угодно. В ресторане, в туалете, в сауне. Без разницы. Ваша задача убедить персонал не соглашаться на допрос. Почему? Потому что каждому допрашиваемому гарантированно право на адвоката. Адвоката у нас всех не хватит. Плюс стрессовая ситуация. Пожалуйста, вызов на допрос за три дня, статья 135, и мы будем туда идти. Что касается пояснений. Отбор пояснений. Опера часто пытаются это сделать, но все пояснения, которые могут дать сотрудники, это разглашение коммерческой тайны конфиденциальной информации. За это в компании предусмотрена ответственность. Компания не будет считаться разглашением коммерческой тайны конфиденциальной информации в случае законных процессуальных действий. А именно допрос. Компания обеспечит правовую помощь сотруднику, который вызывают на допрос. И тогда сотрудник будет мотивирован, чтобы это было в законном русле. Смотрите, я сторонник следующего. Я бы не сильно скрывал свою фамилию, имя, отчество при сборе информации. Я бы не давал свой мобильный номер телефона, не называл свой домашний адрес. Почему? Называешь мобильный номер, будут названивать. Домашний адрес, будут ходить по соседям. Сама по себе идентификация, она никак не вредит. Чем бы вы ни занимались. Ну если у вас там не нарколаборатория, да? Если у вас законный бизнес, нормальный офис, и вы там работаете или там сопровождаете, в этом проблемы нет. Тем более это ваша открытость. Я Иванов Иван. А к чем я занимаюсь, не вопрос, скажу вам на допросе, вызовите, приду с адвоката, вам все расскажу. Почему не здесь? Потому что вон там ходит человек, который за мной следит. Если я буду с вами общаться, мне вывезут в лес или поломают руки. Или вывезут в лес, поломают руки и ноги. То есть обычно я говорю следующее. Перенесите ответственность за принятие решения. И серии «Говорить, не говорить» на третье лицо. На директора, на СБ, на адвоката, на юриста, на кого угодно. Тем самым человеку будет легче говорить о том, что я бы с удовольствием поговорил бы о жизни. Но видите, они ходят, они же неадекватные, потом жалобу напишут. Да, скрытые видеокамеры, вопрос належности доказов. Кто сидит за делом ювелирного магазина «Граф», там это большой вопрос. Вопрос допустимости доказательств скрытой видеокамеры. Но открытые видеокамеры, вы прекрасно понимаете, что будут сейчас заклеиваться стикерами, обматываются полиэтиленом или уничтожаются, если этот обыск проводит, например, СБУ. У них своя фишка по камерам как-то интересно происходит. С операми понятно, с допросом на обыске понятно. Понятые. Да, посмотрим сейчас интересное видео по понятым. И я вам расскажу более детально, что можно сделать с понятыми на обыске. Так, 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 так. Да, это как раз тот же. Да? А, сейчас у нас, наверное, звук. Сейчас мы это все повторим. Наверное, здесь было. Вот, сейчас она посмотрит. Еще минутку сначала начнем. Видите, вот этот понятой красавец стоит. Я вам сейчас прокомментирую. Это, я знаю, по-моему, лица адвоката, которая кричала на прошлом видео. Судьба следующая, что адвокат снимает на свой телефон, да, поведение понятого и комментирует. Вроде бы логично и красиво. Только вопрос допустимости доказательств ее видеозаписи. Если бы там была видеозапись согласно с этим системой ПК и фиксировал бы следователь, не вопрос. Эта видеозапись была бы ее материалового дела, если бы не было неналежной доказательств из протокола обыска. Тут она фиксирует на свой. В принципе, комментировать смысл. Да, но она здесь комментирует. В идеале нужно было комментировать поведение понятого, если бы была нормальная видеофиксация со стороны следователя. Понятого ли состояния алкогольного опьянения или действительно им плохо, тут на самом деле не поймешь, какая ситуация. То есть вот подобное видео, оно хорошо для Ютуба, но для юристов, для специалистов оно несет никакую информацию, потому что много вопросов здесь. Более того, такое видео не покажешь потом в суде, потому что, ну, скажем, оно слишком эмоциональное и слишком показывает упоредженность. Ну вот, и несу тело. Так вот, возникает вопрос, да, это тот же, по-моему, тот же, да, его или в начале, или в конце доносят, он устал, вывезли подышать. Всё, видите? А вот теперь вывод. Адвокат, смотрите позицию, адвокат добилась, чтобы понятого поменяли. Вопрос, зачем? Вот зачем ей нормальный понятой? Зачем ей понятую, при котором всё будет по закону? Смотрите, адвокаты. Основа защиты компании по экономическим преступлениям, где проводился обыск, это разбивать протокол обыск, вызнавать обыск протокол неналежным доказом. А следовательно, все производные тоже неналежный доказ. Понятые – это то зерно, которое прорастает, чтобы протокол разрушить. Объясню, почему. Первое. Если понятой не пришёл в суд после обыска, уже когда дали педозру и не подтвердил своё участие в обыске, неналежный доказ. Почему? Не можем исследовать и установить, что был ли вообще там понятой на обыске. Понятой может умереть, не дойти до суда, если не может что-то случиться. Это плюс. Маргиналы, зависимые лица, наркоманы, алкоголики, экономика длится год-два и более, могут до суда не дожить. Или просто потеряться где-то. Очень часто бывает. Если вы нашли своего соседа, айтишника, который в соседнем офисе работает, поверьте мне, он до суда доживёт. Тем более, если вы будете ему говорить, как себя правильно вести на обыске, что должен делать понятой. Вы прекрасно понимаете, что понятой на обыске должен смотреть, где какая вещь изымается, куда она записывается. Если у вас такой понятой есть, тогда понятой всё делал по закону. Но если понятой помогал следователю принимать участие в обыске, это нарушение УПК? Нарушение, потому что он должен быть независимым. Если понятой ранее был на обыске, причём неоднократно, это показатель, что он зависимое лицо? Зависимое, показательное. Если понятой подтвердил о том, что ему что-то заплатили за участие в обыске, это хорошо для защиты? Хорошо. Что нужно делать с понятым во время обыска? С него нужно вытягивать информацию, каким образом он тут оказался. Но ни в коем случае не спрашивать его паспорт, угрожать ему, оскорблять, потому что он закроется и вам ничего не расскажет. Помогать понятому употреблять спиртное, другие вещи, помогать ему расслабляться. Потому что когда понятой не принимает участие в обыске, или когда в обыске принимает участие один понятой, а другой где-то отдыхает, то есть вопрос о порядке проведения обыска и участия понятого. То есть ваша задача сделать все, чтобы понятой на обыске сделал больше нарушений. А именно, не принимал участия в обыске, помогал следователю проводить обыск, показывал признаки того, что он заинтересован в результате обыска, показывал признаки того, что он знает следовать, оперативных сотрудников, что его привезли где-то дома, нашли. Он не просто так здесь взял. И вопрос, нужно ли вам свои понятые? Зачастую они не нужны. Потому что у нас не было случаев, когда действительно нужны были свои понятые. Чем больше будет понятое заинтересованное лицо, тем легче вам в дальнейшем выставить линию защиты. В том числе и собрать досье о понятом. Очень легко, когда вы с ним 5-10 часов на обыске, выяснить, был ли он ранее на обыске, где он проживает, в каком подвале он живет. Исения Владимировна любит общаться с такими понятыми. Я просто умею это делать. Я не люблю это делать. Потому что есть определенная работа, которую нужно проводить с понятыми, которые представляют собой людей без определенного места жительства потом. Так, чтобы, скажем, эта работа была на пользу адвокату, а не следствию, которое найдет их раньше, естественно. То есть, если кому-то будет интересно, потом обсудим. Можно так. Во-вторых, админ задержан. Еще есть момент, когда это действительно люди с улицы, вы их можете перетянуть на свою сторону очень просто. Им всегда врут. У меня, например, была в практике пара семейная. Ну, ее моральный облик мы не будем обсуждать, потому что это люди, которые шли в пьяном состоянии за ребенком, которого они еще вчера оставили у своей подруги, тоже в пьяном состоянии забирать его. И это ребенок маленький, но, тем не менее, им сказали, вы на час, задержали их на шесть. Понятно, что у них уровень дискомфорта совершенно высокий. Им главное показать, кто в этом виноват. И тогда они перестанут, скажем, выполнять те указания, которые выполнили до сих пор. Кроме того, мы часто говорим о том, чтобы он помогал следователю проводить обыск. Открывал ящики, шкафчики, носил документы. И так обыск быстрее закончится для вас, и вас раньше отпустят. То есть, это хороший инструмент, и им нельзя пренебрегать. Важно с ним держать хорошие отношения, не оскорблять его, не унижать. Опять же, помогать. Если он, например, хочет выпить, помочь ему это все организовать. Если он устал, пусть он полежит, особенно, когда обыск идет 10-15 часов. Это те нарушения, которые в дальнейшем можно записать. А понятой у нас такой-то, такой-то. А там он оттуда. Принимал участие ранее в обысках. Заинтересован. За бутылку водки пришел сюда. На самом деле в обыске не принимал участия. То есть, нет ничего больше нарушений, чем допускают понятые. Почему? Потому что очень сложно понятому объяснить его настоящие права. Раньше у нас была идея сделать центр бесплатных понятых. Как центр БПД. Так же самое понятые. То есть, государство оттуда платит. И оттуда свежие понятые. Обученные, знают свою функцию. По звонку приезжают, куда нужно. Независимые. С направлением. Потом можно их восстановить. Да, со справкой, что он здоров. Никаких болезней нет. То есть, полностью то, что... Справка об отсутствии юридического образования. Да. То есть, не заинтересованные понятые. Было бы классно. Но на сегодняшний день это хороший инструмент. Почему? Потому что, если вы анализируете практику наложенных доказов, работа с понятыми очень хорошо отражается. Она позитивна на судебной практике. О признании тех или иных доказательств с участием понятых наложенным доказом. Это очень хорошо. Понимаете, в чём проблема с своей понятым? Ну, во-первых, смотрите, маловероятно, что следователь захочет, чтобы у вас были свои понятые. Потому что... Скажите всё то же самое, только повернитесь к трансляции. Говорю, ДФС записывает, поэтому говорю, повернитесь к трансляции и повторите ещё раз. Вот. Я сторонник следующего, да? Что касается своих понятых. В чём момент, да, вот этой серии? Я не помню, я не знаю. Если бы я был бы следователем, я бы сразу бы на обыске, прямо на обыске его, допросил бы его, да, понятого, где он бы всё бы не расписал бы, что всё видел, всё записывал, отобрал бы, пояснение бы отобрал бы, потом ещё повёл бы к следственному суде по 225-й, там бы его допросил. То есть бы я бы его закрепил. Очень сложно человека убедить идти в отказ из серии «я не помню, я не знаю». Да, бывает так, что получается, а бывает так, что нет, он потом всё вспоминает. Плюс его надо как-то мотивировать, чтобы он сохранял вашу линию защиты до конца, а не придумал. Потому что вы же понимаете, что понятой, как источник доказательств, он является только тогда, когда он в суде подтвердит или опроверген своё участие в следственном действии. Ну, проще его в лес вывести, он даже дешевле, чем своего понятного. Вот поверьте мне, нормального человека удержать на обыске 10-15 часов, своего понятного, крайне сложно. Ну, это больше исключением из правил, чем тенденция. У нас-то поток, смотрите, да, то есть у нас поток, да, мы берём аналитику из понимания того, что у нас было там 300 обысков, мы понимаем максимально эффективное решение. Да, участие своего понятного, скорее всего, более неэффективно или в ноль. Есть более эффективные решения, когда понятой заинтересованное лицо. Это эффективное решение. И не нужно этому говорить следователю, не поменяйте, он заинтересован. Понятно, что рано или поздно найдут такого, свежего приведут понятого, и уже как бы он будет делать всё по закону, и тем самым будет меньше нарушений. Итак, записали вы все нарушения понятых, следователей, оперативных сотрудников. Что дальше? Дальше вы пишете фразу, копию протокола обыска не получал на протоколе обыска. Тем самым, следователь, возникает желание вам копию дать. Потому что он начинает нарушать законодательство. Он, конечно, может и так её дать, но эта фраза стимулирует его вам точно её дать, а не просто дать возможность снять её на телефон. А так вы написали копию, протокол обыска не получал, и он начинает думать, а почему вы так написали? Вы тебя же хотел дать. Я говорю, отдадите, я тогда напишу, что когда получил. Получили протокол обыска, получили на руки ухвалу, помахали ручкой, запаковали ценные вещи, всем пока. Но вы остаётесь, вы не отпускаете клиентов, вы не отпускаете сотрудников, вы с ними вместе собрались, и от вас хотят слышать, что произошло. Почему? Потому что только один человек, или вы, или ваш юрист, или директор получил ухвалу про обыск. Остальные все не знают, в чём обыск был. Почему приходили? Кто приходил? Зачем? Вам нужно будет рассказать, почему приходили, придумать легенду, позицию предприятия, ваши дальнейшие действия, установить, кого вызывали на допрос, кого не вызывали, кому вручили повестку, кому не вручили, собрать всю необходимую информацию, после этого принять решение. Человеческая память, она устроена таким образом, что люди стараются вытеснить негативные события, поэтому, скорее всего, если их отпустить домой, они посоветуются с кем-то, расскажут 3-4 раза эту историю, соответственно, она у них обрастёт либо новыми подробностями, либо утратятся те, которые для вас важны. Поэтому мы советуем всех собирать, во-первых, получить от них обратную связь, что у кого было украдено, какие были нарушения и так далее. Вам это поможет в дальнейшем при подаче заявления о преступлении и вообще, в принципе, при торговле. После того, как они закончили инспектировать свои места и рассказывать вам, что происходило, нужно отобрать у них пояснение на будущее. Идеально это делать под видео. Для чего это делается? Даже те, кто сильно пострадал и кто находится, знаете, на волне серии «я хочу справедливости», «я хочу добиться до конца», через некоторое время идут в отказ и не хотят ни подавать заявление о преступлении, ни ходить уже по поданным вами заявлениям о преступлении на допрос. Соответственно, их нужно, у них в памяти закрепить тот факт, что они давали такие пояснения. Либо это сочинение, как я провел обыск, либо это то же самое, только в видеоформате. Видео еще лучше, потому что человеку некомфортно от того, что он знает, что где-то хранится его видео, на котором он что-то говорил все-таки. То есть он уже не может сказать, что ничего не было, потому что он же говорил. Поэтому такая информация будет очень полезна адвокату, это нужно сделать. Кроме этого, как сказал правильно Денис, что мы говорим общую, скажем, общую позицию по предприятию, что мы делаем, чего не делаем, объясняем сотрудникам, что означают повестки на допрос. Повесток всегда выписывается миллион, не потому что на допрос ведется миллион сотрудников, потому что это одна из форм давления. Объясняем, что вот по вам, по вам, по вам мы отошлем письменные запросы, вас мы сводим через неделю, вас вообще никогда не поведем. То есть человек должен понимать, что с ним будет дальше происходить, и что с этого момента это не его проблема. Но, скорее всего, они предоставили свои номера телефонов. Соответственно, вы должны их обучить, как они ведут коммуникацию по телефону, и как они должны ее передать на вас. Демонстрируйте, что вы готовы здесь полностью за них решить все вопросы, иначе работать не будет. Обычно после обыска принимается решение вызывать 102 следственную оперативную группу. Для чего? Для того, чтобы когда они приедут, был составлен протокол осмотра места происшествия, и тогда ваши потерпевшие допишут свои пояснения, заявления о том, что негативного было во время обыска. Если вы сразу, как Семен сказал, не взяли потерпевшего за жаброй, будьте готовы к тому, что на следующий день он передумает. Поэтому обычно, кроме пояснений, сразу от него есть заявление, вот он правоохранитель, вот он пожаловался, все рассказал, потому что очень часто люди включают заднюю. И уже не хотят никуда жаловаться, потому что им наплевать, что с ними было. Если решаете задействовать какой-то пиарный ресурс, все-таки если вы видите, что у вас есть картинка, например, сотрудники, которые пострадали, либо помещение, это стоит делать сразу. Вызываем своих журналистов, фиксируем, и лучшими спикерами будут не адвокаты, не директор предприятия, а сами сотрудники. Более того, вам это в дальнейшем поможет закрепиться, в том числе и по заявлениям о преступлении. Как показала практика, в последнее время эффективен пиар перед началом обыска. Тем самым вы можете и снизить агрессию, и более-менее удержать все в русле. Особенно, когда касалось обыска крупных IT-компаний. Поэтому решение о пиаре принимайте сразу, и договоритесь с клиентом заранее, что если вдруг будет, мы готовы сразу комментировать. Я как адвокат могу написать в Фейсбуке, что там-то и там-то происходит беспредел, Аваков, помоги, дали там Геращенко, help, чтобы дальнейшая была позиция. Почему? Потому что очень часто уже не успеваем после обыска. Если, например, Ксения, мы полгода назад, год говорили, что решение о пиаре нужно сразу принимать после обыска. Нифига, уже поздно. Уже после обыска все знают, что ты финансировал терроризм. Уже сразу фоточки оттуда, с обыска сразу идут, деньги выкладываются, селфи следователь делает, как бы и все классно. Да, поэтому уже нужно идти на опережение. В пиаре действует принцип, кто первый стал, того и тапки. Поэтому, к сожалению, нужно решение принимать намного раньше, чем как мы раньше делали там сразу после обыска. Раньше было после обыска, еще и запасить 3-4 дня. Нет, сейчас уже нужно делать раньше, потому что в день в день идет новость. Возвращаясь к вопросу желания, веселого вам обыска. Спасибо. Вопросы? Да, все очень просто. Пока один адвокат работает на обыске, вся эта информация уже передается. То есть ее уже берут в работу, конечно. Да, но я объясню, как это делается. То есть он сфотографирует ухвалу, передает ее в бэк-офис, бэк-офис пробивает ее по реестрам, смотрит приблизительные риски, куда могут прийти, скоординирует с клиентом, который принимает решение, что могут пойти туда-туда-туда, и уже дальше там работают адвокаты, там принимают все решения. Более того, это позволяет потом, когда ты уже сидишь с клиентом в конце обыска, не просто только начинать планировать действие. У тебя уже есть некая информация, аналитика, и ты понимаешь, кроме того, что ты видел, что для тебя, какие наработки подготовил, скажем так. А, еще вопрос оплаты. Закончился обыск, закончилась встреча, подсчитали время. Зафиксировали его, неважно как, это не вопрос документов, это вопрос уже все-таки, даже по понятиям, чтобы клиент вам подтвердил, что 13 часов прошло, 13 часов прошло. Потому что потом его юрист будет сверять все с протоколом обыска, а там может быть совсем другая дата, совсем другое время. А вы-то работаете по факту. И вопрос гонорара, даже если вы вдруг рискнули, пошли в кредит, да, сразу должны решить с пониманием того, когда это будет закрыто. И сразу работу. То есть не просто серия «Все, обыск закончился пока всем», а выложенный план действий на дальнейшее. Там мониторить вы будете арест имущества, ходатайство в возврате временно изъятого, переписка по поводу повесток. Все-все в динамике. Тогда клиент будет понимать, что вы не просто обыск сопровождаете, но это только начало ваших дружественных дальнейших отношений. Это ваше отличие от охранной фирмы. По сути. Конечно. Смотрите, нет. Если обыск идет, например, за Киевом, у нас идет с момента выезда. Если обыск в Киев, с момента прибытия. А там уже как сложится. Нет, не с момента, когда там проникновение. У нас были случаи, когда мы, находясь за обыском, сделали больше эффективных действий, чем сделали бы внутри. На самом деле, да. Это же вопрос. Потому что приехали телеканалы, приехали журналисты, была какая-то общая коммуникация, вызвали 102. То есть мы много собрали доказательства на хорошей базе и в пиаре сделали, чем если бы находились внутри. Поэтому у нас не было случаев, когда клиент нам в серии, а вот вы не попали, мы вам не будем платить. Ты всегда найдешь работу, чтобы показать клиенту, вот смотри, пока мы там пробивались, мы сделали это, это, это. Можно делать параллельно, на самом деле, у вас есть в помещении. Да, ничего. Бывает, хочется после обыска выпить чуть-чуть, не нужно это делать. Пока приедут, вас будет уже носить на руках. Как и на самом обыске. Плюс это точно будет зафиксировано, что вы не совсем в адекватном состоянии уже находитесь. Но это повлияет на ваше свитчение. Клиенту не давать, конечно. В том числе, да, потому что клиенту, это лицо. Журналисты приедут в 2-3 ночи заснять. Важно другое, чтобы была причина-следственная связь. Вот смотрите, полчаса назад закончился обыск, вот мы вызвали 102, вот мы вызвали скорую, вот мы вызвали журналистов, смотрите, какой беспредел. А не через 2-3 дня, пока вы там не дорешали и вы решили таким способом додавить. Это хорошая работа пресс-служба на самом деле. Вот яркий у нас обыск был с делом ФСа. Да, все рассказали, что по ФСу вынесли сервера. Ни одного не забрали. Но фотографии были 12-го года, разместили, что вот сервера ФСа нашли, вот поэтому...